Девушки отдыхают Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! С вами Друг, с вами вечернее шоу под названием Друг с Другом И в рамках этого, конечно же, будет еще и реалити По поводу того, что у нас расширился эфир касательно нашей реалити-группы Вы могли уже видеть, в принципе, с ребятами мы еще и тренировки проводим И все это будет появляться в эфир, в принципе, часто, поэтому деньком можете заглядывать Все анонсы вы найдете в нашей группе, вот здесь она, группа ВКонтакте Ну и с вами я, Друг, с вами история игрокам ТВ И мы начинаем вечернее шоу Случилось, в принципе, много чего касательно игры, касательно профессиональной доты Но по игровым вопросам, по каким-то изменениям в составах Ничего, в принципе, за последние два дня глобального не случилось Что действительно свершилось? Закончился отбор на Frankfurt Major и команды из различных регионов уже сформированы И уже на Frankfurt Major поедут Этот турнир пройдет, как вы понимаете, во Франкфурте, в Германии Проводится он, конечно же, компанией Valve Там будут огромные призовые И какие команды туда попали Давайте я назову список участников и вкратце расскажу по мелочам Что там, в общем-то, какая борьба была, какого масштаба На данный момент команда из европейской квалификации В главный турнир за Frankfurt Major Прошла команда Alliance Которые потрясающе крутой матч Все-таки Лузуровцы сыграли с Нипами Вырвали победу Дичайший камбэк Если не видели, ищите, гуглите, проверяйте, смотрите Дикий камбэк команды Alliance Без всех барраков С мега-крипами Потрясающие мувы от Доты Ой, от Доты, от Лоды, конечно же, от Доты Тем более, нереально крутой камбэк Вернули порядка 20 тысяч И снесли одну сторону Даже не стали трогать барраки Терпели-терпели На своем хай-граунде вместе с мега-крипами Потом один файт минус пять Просто пошли и снесли Т3 Это, кстати, на будущее Каждому помните Если вы терпите Нафиг вообще Забейте про барраки Если это после 50-й минуты Сносите Т3 Сносите Т4 Сносите Трон Делать больше ничего не надо Дота может выигрываться и так Альянс это показали Они выигрывали 1-0 На тот момент у Ниндзи в пижамах Ниндзи фактически их запушили Снесли все барраки Но довести катку до победы не смогли В итоге Отваливается Команда Ниндзи в пижамах Они у нас на Франкфурт Мэджор не едут Почему вы еще раз говорю Можете посмотреть Второй коллектив Вторая команда из Европы Это Манки Бизнес Крутой составчик Который очень ровно отыграл евроквалификацию Вообще группа Б выглядела потрясающе Группа Б действительно смотрелась хорошо Единственное, что Ниндзи и Альянсов не обыграли В итоге одна команда из группы А Это Альянсы Это обидчики команды Эмпайр Которые наказали их со счетом 2-0 И фактически все шансы команды Эмпайр убили Потому что Ликвиды на тот момент 9 очков уже имели Ну и команда Манки Бизнес из группы Бэм Они выходят Из Китая попадают на основной этап Франкфурт Мэджор Коллектив Ньюби и коллектив Инвиктус Гейминг В принципе странно, что IG не попали в прямом запрос А с другой стороны мы помним, как они выступили Они там не очень выступили Поэтому прямого приглашения не было Из Азии Они же Си квалификация Команда Минески И команда Фнатик Малайзийский новый коллектив Бывший Тим Малайзия Бывшие там миллион названий Ну и из Америки Квалификации проходит Unknown Siu И проходит также Cloud9 Один известный, второй Первый точнее не очень известный Новый коллектив В принципе с известными личностями Ну и Cloud9 безусловно вы знаете Там тоже произошел ряд изменений в составах Но в целом команда популярная Как минимум известная вообще во все На все Dota комьюнити Ну и основные приглашенные Те, кому не надо было ни за что рубиться Те, кто по-любому были на Франкфурт Мэджеры Будут и по сути среди них где-то Фавориты есть стопроцентные Я быстренько их назову Это команда Evil Geniuses Это команда CIDA Gaming Это топ-2 Обе команды Первая топ-1, вторая топ-2 International Это LGD Gaming топ-3 Vici Gaming топ-4 Топ-5 это Virtus.pro E-Home топ-6 Команда Secret И команда... Команда Secret понятно Там звезды, это все ясно Тоже хороший коллектив С максимальным винрейтом Кстати Среди всех коллективов профессиональных Ну и восьмая Напрямую приглашенная команда Это коллектив Vega Squadron Поздравляем всех СНГ-болельщиков С этим расчудесным чудом Команда Vega Squadron Последний победитель ESL One Который прошел в Нью-Йорке А этот Франкфурт Мэджер Это Valve совместно с ESL Их совместная работа Совместный турнир Их детище Поэтому коллектив Который выигрывал ESL Нью-Йорк Попадал напрямую на Франкфурт Мэджер Вот собственно Это местечко Vega Squadron И заняли Vega входит уверенно в топ СНГ Na'Vi и Империя пока что Ниже Vega, ниже Virtus.pro И присутствие двух коллективов VP и Vega Squadron На таком турнире Тем более турнире от Valve Это безусловно Показатель и безусловно Говорит о том Что уровень на данный момент Поинтереснее Империя недостаточно хорошо себя Показала Na'Vi Показали себя Достаточно нехорошо В своей группе B К сожалению, конечно же К привеликому По новостям Остальным Что собственно было Ну Если вы за Дотой следили Видели, что обнова качалась Чего же она в итоге Коснулась Обнова Загрузка Компендиума решалась Потому что надо было С Мэджером решать Все-таки там Покупки Мэджера Это формирование Призового фонда И там Были некие траблы С Компендиумом Их решили Теперь Valve Может считать денежки И дополнительные 3 миллиона Которые они должны В призовой фонд Внести Они, я думаю Внесут Это не проблема До турнира До Мэджера Остается Чуть более месяца 16 ноября Ставлю данный турнир Поэтому Деньги они наберут Исправлено Отображение Иконки Для загрузочного экрана Из нового набора предметов Для Templar Assassin Потрясающе Просто потрясающе Наконец-то С играми в прямом эфире Разобрались Вернули на главную страницу Эту кнопку Ну и Чуть-чуть Пробустили Верку Теперь она После ФБ Произносит Вот уникальную Оригинальную фразу Которой не было Обнова Все в принципе Хорошо Это не новые шмотки Это Внутриигровые Какие-то фишечки А я думаю Вы в курсе Что Дота славится Именно Взаимодействием персонажей По большей части И в этом она уникальна Тут вот Новую реплику Добавили в Верке По новостям По тому что произошло В принципе все У нас Были В квалификации На Франкфурт Мэджор Очень долгие Тяжелые Долгие квалификации В четырех регионах Они закончились Теперь впереди Франкфурт Мэджор Ждем Новых каких-то презентаций Ждем обновлений От коллективов Интересно что они будут думать Ну и по мете Разберемся Впереди еще Дримхак Новости с него будут попозже Сегодня Вегас Квадрон играет Против Команда Эмпайр В рамках Дримхака Ну и впереди Конечно же The Summit Тоже турниры С которых Информацию будем Будем вытягивать Будем держать вас в курсе Если вдруг вы Не в курсе Ну и давайте теперь Поговорим о том Что нас сегодня ожидает Это коротенький В принципе новостной блок Потому что новостей Это всего ничего Поговорим о том Что же нас ожидает Касательно наших ребят Касательно нашего коллектива Я думаю вы в курсе А если не в курсе Теперь будете в курсе Мы набрали команду из пяти человек Они уже тут популярные Известные Они уже медийные личности Эти пять человек У нас сыграют В одном и том же стаке Стараются Пыхтят Тренируются Под чутким наблюдением Моим Моего коллеги Ивана Шведова Чуть попозже Он к нам подключится Тренируются С одной единственной целью Стать лучше Нет Врус Двумя единственными Двумя единственными целями Естественно сайт лучше Это раз А во вторых Осенний кубок Выиграть Тот который откроет у нас Серию аматорских турниров Внутри нашего сайта Это первый турнир Ребята на него по-любому Будут заявлены И ребята Планируют побеждать Основной Месседж Который мы хотели донести Это Посмотреть как ребята Прогрессируют Играя постоянно В одном и том же стаке На своих местах Под руководством Тренера Под руководством Капитана Опытного Вани Бондарева Респектуля Отлетела И Как же ребята Повышают свой скил Но Фишка в чем Ребята играют на привычных Для себя позициях У нас есть Конечно же Мидер У нас есть Керри Герой Который бьет крипов И очень этим гордится У нас есть Оффлейнер Который изучает историю Персонажей С оффлейна И пытается реализовать Их максимально круто У нас все это есть У нас есть Конечно же Два саппорта Но Сегодня В рамках двух матчей Которые будут В одном из них Я ребятам дал Задание Немножко Поменять все Местами И перевернуть С ног на голову У нас сегодня Саппорты будут стоять На мидлейне У нас Саппорты будут играть В роли керри Оффлейнеры будут Саппортить Керри Герои тоже будут Саппортить Ну и Много всякой ерунды Я по Факту этого матча Объявлю Кто там Какая для него Привычная роль А какая Роль у него Сейчас будет Это все мы Решим Обсудим И поговорим Сейчас я Запущу Несколько Один или Наверное два Даже видеодневника И мы Перейдем к обсуждению Тренировок наших ребят И Возвращению Нашего Любимого тренера И Моего коллеги По комментаторству По совместительству Ивана Шведова Крэга Поговорим Тоже с ним В прямом эфире Пока что Давайте Посмотрим Что нам Ребята записали Я дам Относительно Свободную тему Чтобы ребята Раскрылись Как Стендап Вообще Выступающие Ну и Первый дневник Который Хотелось бы Посмотреть Это дневник Каната Чувак Который играет На саппортинге И все время Играл как саппорт Теперь он Сегодня По крайней мере В одном матче Будет играть на роли Мидера Посмотрим Что же он говорит У меня был вопрос Касательно их позиций Почему выбор позиции Для него Это позиция саппорта Именно таков Почему же он Предпочитает Играть именно на саппорте А сегодня Ему играть на мидлейне Но посмотрим Что он говорит О саппортинге Чтобы Учитывать Все что он сказал Когда он будет Стоять мид Он уже В контакте писал В нашей общей конфе Что он разорвется Их на мидлейне Посмотрим 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 Все Канат Хасанов Прошу Любить и жаловать Смотрим его видео Дневник Всем привет Канат Хасанов И это мой Шестой Видеодневник Посвященный Моей команде Road to the international Я выбрал позицию Саппорта Потому что В самом начале Когда я начинал Играть Доту Я не мог Приносить пользу На каких-либо Героях Потому что Я элементарно Понимание игры Не знал А с саппортами Все обстояло Легко То есть Ты выдаешь Какой-нибудь Стан Твой друг Который опытнее Тебя И знает Одно Чуть больше Чем ты Делает фраг Потом Фидица Фидица И убивает И я Пикал все время Саппорта И действительно Люди Подтягивались И Когда я Пикал Каких-нибудь Пытался Пикать Керри И играть Как Керри Люди Уже Меньше Хотели Со мной Играть Так Сложилось Что я Люблю Роль Ну Не то что Люблю Предпочитаю Роль Саппортинга Потому что В этой роли Тебе не нужно Быть Супер Мега Пупер Задрот Там Конечно Я имел Ввиду Что От тебя Не так уж И много Требуют Но Будь добр Соблюдать Все Что ты Делаешь Но Все равно Недооценивать Роль Саппорта Это ошибка Ведь от него Зависит Тоже Какая-то Часть игры Углубляться Саппортинга Это Одна из самых Сложных ролей В игре Потому что Тебе приходится Быть полезным И в начале И в конце Игры Не имея При этом Возможности На что-то себе Нафармить Или получить Экспу То есть Ты даже Больше Проседаешь По золоту По экспе Чем даже Хардленер И тебе Приходится Выходить Из этой Ситуации Как-то За счет Своего Индивидуального Спила Или Ухитряться Где-то Что-то Находить Я имею в виду Фарм Главное Не Керри Главное Не Мидер А главное Саппорт И Главное Покупать Курьера И Варды На самом деле Очень много Микромоментов Где Саппорт Должен Проявлять Себя Когда я Чувствую Себя Нужным В этой Игре Действительно Вот Эта Скорее всего Причина Которую Я выбрал Эту роль Действительно Я становлюсь Нужным Когда Пикаю Саппортов Я Саппорт Невысокого Уровня Потому что Я и стоял Обычно Против Хардленеров Невысокого Уровня Скорее всего Это Отразилось На том Что я Не Самый Офигенный Саппорт В мире Еще Я Предпочитаю Саппортов Не таких Которые Стоят На линии Терпят Миссис Керри А Предпочитаю Таких Саппортов Которые Действительно Привязаны К этому Керри Но При этом С ним Могут Какие-то Действия Принимать По карте Которые Могут Ходить Или Фармиться Или Давать Большую Возможность Своему Керри Выфармиться Например Я Обожаю Тинни Виспана На Дабл Миду Знаю Парочку Фишечек Виспом Там Могу Там Стакать Там Висп Это Тот Саппорт Который Мне Действительно Нравится Тот Герой На котором Очень много Функции Но пока Мы его Не пикаем Потому что Висп должен быть 6кммр Чтобы Затащить Доту Я попробовал Кучу героев С Виспом Я точно Наверняка Знаю С какими Они С какими Он Не Сочетается С какими Он Более Чем Сочетается Я бы Сказал Что Он Сочетается С Милишниками Которые Могут Впитать Урон Когда Он Еще Рядом Стоит Этот Висп Это Такие Герои Как Райт Кинг Свен Кени Но Мне Больше Всего Еще Нравится И С Агильщиками Какие Нибудь Связки С Виспом Например Фантомка Гира Морфлинг А Еще Рики Вот Никто Не Понимает Насколько Сильные Рики Мару Я Понимаю Потому что Я вышел Из 3кммр И Я Вам Скажу Что Действительности Я бы Очень Хотел Продвинуть Вот Этого Рики Связком Потому что Это Просто Нечто Это Просто Нечто Дики Никак Не Убить Он Уходит Или В инвиз Или На Релакете Лишь Вот Так С Некоторыми Нитовиками Висп Прочитается Например Например Вроде Как Шторм Можно Попробовать Некрофоз Это Просто Хилим Все Живем Но Это Контрит С Аппаратом Может Быть Еще Парочку Но Не Припоминаю Я на самом деле Умею играть На многих Саппортах Но Есть Саппорт На которых Я не умею Играть Я про Фулл Саппортов А не Сэми И часто Я это Показывал То что У меня Нехватка Некоторых Пул Героев Но Таких Саппортов Как Например Лич Дазл Я на них Точно знаю Что мне надо Делать И Фейл Намного Меньше Чем Обычно Всем Спасибо Кто Меня Слушал Это Был Клан Хасанов Игрок МТВ И я Добрение Ну что По доброму Как обычно По доброму Спокойно Аккуратненько Как все и было Изначально У Канада Ну что Я почему в наушниках Почему в наушниках Потому что Мы сейчас Будем разговаривать С Иваном С нашим Боевым С моим товарищем Поговорим И узнаем Во-первых Как он там съездил Он куда-то отъезжал А во-вторых Узнаем Ваня 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 Привет Добрый 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 День Иван Вечер Ночь Покажись нам Ночь Вечер У тебя наверное Глубокая тьма Уже За окном За окном Еще в 8 часов Стремело А Точно Там у тебя за окном Вообще страх творится Рассказывай Как дела Как ты съездил Куда ты съездил Почему тебя так долго не было На кого ты меня оставлял Ездил я В республику Тыва Это где-то Где-то в России Три тысячи километров Пролетели Незаметно Было Нормально Короче Было Тяжело Конечно Но Мы справились Как тебе канат Ты смотрел его Канат Как всегда радует Он Такой эмоциональный Стал На видео Но он работает Но он работает Над этим Заметь Он работает Канат работает Везде Я смотрю И в доте И на камеру В общем молодец Нормально Плохо слышно Если можешь Чуть-чуть погромче Даю тебе эту возможность Вообще Пользуйся Всегда могу Могу просто громче говорить Могу Говори громче Я не против Так мы А мы опять играем против поезда Да Мы играем против поезда Я по-моему Пропустил эту игру Не смотрел ее Поэтому Попросил ребят Ух как ты громко стал Ты был тише Чтобы был реванш Я сам сделаю тише тебя Не переживай Да Реванш нужен Ребята Я кто не в курсе Расскажу Ребята Выигрывали 21 Или 25 Или 21 100 1000 По голде По экспириенсу Та же была история Ну и чуть-чуть Не додавили своих оппонентов В итоге Играли 1-1,5 керри Против 2,5-3 керри В составе команды Там против них Ваня тебе сейчас рассказываю Играл Герокоптер Играл Чаус Найт И играл Инвокер Все фармили как сумасшедшие В конце В начале Полный вообще Трэш и угар был Потому что их просто Наши ребята разваливали В итоге Ни до чего Наши ребята не дофармились Пришлось Каточку сливать Ну Такая вот предыстория Как бы вроде ни о чем А вроде и по существу Ну что Давайте ввод запускать Стартуем Стартуем Я не против Сейчас ребята отпишутся Это вдруг кто-то Кто-то не на месте Ты в курсе Какое задание Ребята сегодня получили? По-моему Канат играет на миди Это да Я сейчас вкратце Всем объясню Какое же задание Получили ребята И чтобы мы понимали Для кого теперь Какое задание мы дали Нашим ребятам Во-первых За каждым из них Закреплена Жестко Закреплена позиция Каждый у нас Либо мидлейнер Либо флейнер Либо саппорт Такие дела Мидлейн Сегодня будет стоять Саппорт героя Это Канат Хасанов Это никнейм Борс У него будет Тот кого мы с вами Сегодня наблюдали В роли Керри Будет играть Иван Вондарин Капитан команды Номинально он мидлейнер Но по факту В этой команде Исполняет роль Саппорта Координатора И всех-всех-всех Иван будет сегодня Играть в роли Керри Будет просто стоять Бить Креп Кем Это его личное дело Потому что В принципе он-то сам Герой себе будет пикать Оффлейн герой Это Влад Костенко В прошлом В прошлом Это до этого матча Он был На роли Керри Сегодня он будет играть Оффлейнером Будет сам Без саппортов Спокойненько Стоять или неспокойненько Стоять Формить сложную линию Ну и Ну и 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 У нас На саппорте Все правильно И 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 Саппорт Короче говоря У ребят Вообще Месиво Будет Посмотрим Что из этого Получится Мы так Понимаю Пользанные Ребята Не пальцем Деланные Поэтому Нашим Будет Не так уж И Просто Да 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 Я тоже Думаю Ой Ваня 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 Я тебя сделаю Погромче А ты Усиление Чуть Чуть Сделай Потише Мы Никак Не можем Прийти Извини Конечно Что я тебя Дергаю Мы Не можем Прийти К этому Балансу Оптимальному Где-то С двадцаточки На десяточку Ну что Ребят Я вас Переключаю На Доту В общем Так Видео Видео Ширина Настройки Применить 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 Мы Переходим На Доту У нас По Всей Классике У нас От Меня Выбросило Как Там Ребята По Всей Классике У нас Реборн У нас Реборн По Всей Классике Мы Мы Отличные Ребята Все Все Загрузились Так Что Перец Пляйся Можно Да Уже Мне Отключаться Да Ну Да Отключись И Переподключить Заново Покидаю Игру Захожу Так К тебе Смотреть Игру Или Как мне К тебе Как мне К тебе Ворваться Я Отключился Ты Совсем Отключился Да Слушай А может И ты Отключишься И мы Будем Давай Отключусь Тоже Давай Я тогда Буду Просто Смотреть Через Ребят Все И ты Отключайся Ну И В принципе Сейчас Будем Смотреть Как Ребята Разваливают Кто Смотрит Знакомые Там Друзья Всех Абсолютно Каждого Вы можете Посмотреть Как играют Ваши Ребята На непривычных Для себя Ролях И Потом Мы посмотрим Что ребята Будут Говорить Когда Они Отыграют На непривычных Ролях Будет Поинтереснее Смотреть Видеодневники И их Ответы На вопросы Касательно Доты Все Поехали В доту Внутри Уже Увидимся Услышимся Иван Полетели Здесь Уже Баны Очень быстро Банят Тайтхантера Лину Забанили Также Баунтихантера И Сайленсера Как ты думаешь Кто зайдет В мид У наших Я думаю У нас В мид Зайдет Канат Хасанов Это Из 100% Инфы Другой Инфой Я не Владею Я думаю Что По хорошему Конечно Было бы Весело Если бы Это был Нестандартный Какой-то Герой Какой-то Угарный Герой По типу Пуджа Того же По типу По типу По типу Ну не знаю Кто еще Угарный Просто я думаю Что Ваня Сильно любит У нас Клопу И ВР Ну сейчас Не матч Ваня Ваня Сейчас Обычный Керри Он просто Стоит Бьет Крипов И кстати Ваня В конфе Говорил Что Канат Теперь Капитан На этот матч Канат Капитан Так что Думаю Что Канат Сам Себе Что-нибудь Возьмет Надо было Еще И пикеры Командой Определить Ну В следующий раз Так и сделаем Чтоб Было Еще Интересней Ну Иван Так и Сделал Гришерсон Сказал Что Канат Кэп Наверное Канаты Будет Пикать Ну Я Надеюсь Я Надеюсь Ну Ротуз Интернационал Забрали Себе Дума Наверное Фармящего Дума Как я Понимаю Может Быть Он Будет Саппортом В этой Игре Все Возможно Итак Лич Отлетает Для Команды Поизон Хотят Морозить Хотят Замораживать Наших Ребят Еще ЦМ В помощь ЦМ В помощь Ледяной Пик Смотри Как Поизон Выучили Наших Ребят Они Кстати Не в курсе Да Я так Понимаю Что Сейчас Просто Трэш Угар Будет Вариться Нет Они Не знают Об этом Поэтому Ребята Настроены Серьезно Тот Тот Непривычно Будет Причем Я ребятам Сказал Если Вот На данный Момент На данный Ну На данный Экспериментальный Момент Можете играть Обычный Открытый ЦМ С каким-нибудь Пабом Там Рейтинговый Матч Они взяли И с серьезным Соперником Они вообще взяли Хотел сказать Новее Как серьезного Соперника Подумал Что Это как-то Несерьезно Да Да Самопровержение Просто Бристлбэк От команды Поизон Ти Лич Бристлбэк Пробивать Бристлбэк Вообще Пес знает Чем Можно Здесь И Тайтхандра Забанили Первым же Баном Почему Как думаешь Возможно Будет Что-то Что может Сбить Что-то Кастующее Например Энигма Влез И Убирают Шейкера Ну Пушить Тяжело Конечно Просто Против Бристлбэк Но Можно Может Быть Какой-то Пуш Какой-то Пуш Я Все Жду Было Очень Весело Жалко Что мы Не можем Писать Потому Что мы Просто Смотрим Игру Они Но Хотя С другой Стороны Мы Не Получается Это Даже Хорошо Что мы Смотрим Игру Потому Что Там Народ То Есть В Стриме Будут Полить Страты Будут Полить Варды Все 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 Будут Полить А так У нас Две минуты Пауза И мы Можем Не переживать Что наших Ребят Переиграют Нечестно Удалили Мапхак Хотя Блин Стоит Скорее Переживать Что если Наших Ребят Будут Честно Обыгрывать Действительно Тогда Стоит Queen of Pain Улетает В бан Также Улетел Вайпер Достаточно Неприятные Персонажи Послушай А ты мог Бо сейчас Глянуть Каната И что У него С пулом Героев Кто Кто У него Там Хоть Как То Под Описание Мидера Мог Бы Подходить Сложно Это Просто Можешь Ли Ты Сейчас Сделать Пять Секунд Вот Это Я понимаю Кстати От Польз Отлетает Вайпер В баню Туда Отлетает Сайленсер И Отлетает Баунти Хантер Ну И у Нашей Команды Керри Герой Имеется Это Doom Скорее Всего Это Керри Герой И Дазл Скорее Всего Как Саппорт Будет Там Ему Содействовать Будет Очень Интересно Смотреть Если На Легкую Линию Конкретно Лайн Саппортом Отправят Влада Отправят Номинального Керри Героя Данного Коллектива Наших Ребят Ну И Темпларка Отправляется В баню Что Это За Мид Лейн Будет Тогда Вэр Может Быть Может Быть Пларка Против Вэр Хороша Против А Подождите Это Пойз Антибанят Что Я Выдумываю Вообще Это Пойз Антибанят Так Что Тут Рассуждать Нечего Ну Ганат У нас Практиковался На Инвокере За Последнюю Неделю На Снайпере На Вин Рейнджер На Квин Оф Пейн Шторм Спирит И Единственным На ком Он Выиграл Это Шторм Спирит Ты Просто Перечисляешь Мне Всех Мид Лейнеров Судя По Всему Канат Видимо У нас Вообще Мид Тайная Мечта Играть На Мид Лейне Потому Что Я смотрю Он Практикует Конкретно Тех Героев На Которых Ему Как Саппортом В жизни Не Играть Ну Прет Пацанава Играет Играет На Может и правда Сейчас Как зайдет И как Вова Дворников Присядет На Саппорта Вместе С Владом Вот так Вот Может же Такое Быть Ну Вдруг Ребята Войдут Во вкус Поймут Что До этого Они Занимались Не тем Действительно Нужно Что-то Менять Кардинально Бросят Доту И пойдут Работать В Макдональдс Пора И такое Может быть Если в их городе Есть Макдональдс Аж Тоска Меня Постигла По Макдональдсу? Угу Что У тебя Его нету? Подприкрыли У нас же Тут Ты же знаешь Политическую ситуацию Военную Политическую И всякую Всякую Нету Теперь Макдональдс У меня И не было Никогда Ну Точно Лучше никогда Не иметь Чем знать Этот вкус И потерять Навсегда Или вообще Кстати Лучше не знать Никогда Вкус Блин Чего мы вообще Пиарим Сидим Мак Непонятно Ну что 50 секунд Остается Дополнительного Времени Командиру От The International Видит Что под Призадумались Тут Нелегкий Выбор Я не представляю Как там Канат Раздает В скайпе Ребята Тут я Я главный Я решаю Что Энчент Топарейшн Оуу В револе Шейкеры Забанили Как законтрить Фантом Лансера Непонятно Пока Ну Гирокоптер Подожди Какой гирокоптер Дум Есть уже Дум Гирокоптер Как таковой Он не контрит Фантом Лансера Ну В любом случае Контрит Слишком мало Флэккэнона Такое количество Иллюзий Я знаю Что Хорошо Нафармленный Антимаг С Фантом Лансером Разговаривает Прям на ты Очень грубо Говорит с ним И ПЛ Зачастую Не вывозит Всю эту ерунду Нормально Нафармленный Антимаг Но здесь Есть Дум Как керри Герой Хотя Неужели Плохо Дум С фантомом Разбирается Дум Может быть Хардлейнер Не обязательно Ну как бы Не основной Керри Ну Последняя мета Говорит Что Дум Можно пикать Как керри Я думаю Ребята Ну мне кажется Они вот По последним Тенденциям У нас Ребята Там модные Современные Ну может Конечно и Оффлейн Может вообще Лесной Дум И мы его Не увидим До 20 минуты Или до 40 Или вообще В игре Потому что Она закончится За 15 А Дум Тут ну не 20 Не 40 Диндренджер Угу Диндренджер Отлетает у нас Скорее всего В мид Ну вот Темпларку Под нее И банили Чтоб Пауэршоты Не разбивались Как этот Скил называется Ты помнишь Рефракшн Рефракшн Потрясающе Рефракшн Да 15 секунд Основного времени У наших ребят Зевс В пике Ух Вот это Серьезно Вот это Заявочка Жестянка Так под Эншент Оперейшн Ну что Ждем появления спектры Хардленер Дум И спектра Керри Герой А кто у нас Керри А вот она Спектра Выкусите До свидания Фурион Осталось взять Что что еще раз Фуриона Да Можно кстати На сложную линию Фуру А думаю В роли Керри Все Зевс Аппарат Ну Со спектрой Посимпатичнее Было бы Но это Настолько Простая Комба Что Позн Ти Об этом Знают Потому что Я об этом Знаю А Позн Ти Тем более Об этом Знают Ну вообще Комба Кстати Убер Дамажище Как по мне Делать Минус Один Сто Процентный Это круто Ну да Если всем попасть Главное Не промазать Ульты Зевсом Главное Ультом Зевса Тоже Зевс Дно Кто так Ульты Дает Как раньше Можно было Забежать За текстуры Всякими Брудмазерсами С спектрами И не получать Не получать Ульт Зевса Нормально Нормально Валва Закакаешь Живи Ну это уже давно Пофиксили Так что Не проблема 13 секунд А кого кстати нет 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 Саппора Еще один Саппор Если ВР Конечно Вмит Энигма Энигма Пойдет Вмит В отличие Это очень больно Эмбер Спирит Вот так Тебе Энигма Покушай Немножко Чаинов На легкую Отправляется Эмбер Спирит Это Кидара Это Иван Будет Фармить У нас Борс Это Зевс Саппорт Отправляется Саппорт Мидер Отправляется На медлейн Люся Голай Саппорт Эраст Это Номинальный Оффлейнер Сейчас Он будет Саппорт И Влад Костенко Он же Юникорн Керри Герой Командор Отправляется На сложную Линию Вот такой Вот он Пойзон Ти Ты знаешь Расскажешь Про него Пойзон Ти Курва Играет На енигне Подожди Ваня 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 Что ты Курва Я уже Тенденцию Вел Курва Надо Говорить Протяжной Буквой Р Курва Только так Пойзон Курва Да Все Извини Извини Свободная Камера Итак Пойзон Курва 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 Играет На енигне Идет Скорее всего В лес Фармить Значит Соп 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 Соплик Соплик Играет На Пантом Лансере Джин Играет На Винренджер Кот На Бристол Беке Кто там У них Еще остался Вальтерос Остался Вальтерос Играет На Лече Такие дела Как Кстати Расстановка Лайнов Не будут В харду Трипло Отправлять Или будут Как быть С этим Думу Кстати Очень неплохо Было бы Рядом с лесом Поформить Здесь Легко Мне кажется Одному Что думаешь Я думаю Я думаю Что может Пойти Кот Вместе С Лечом На топ Курва Пойдет В лес Перенял Это Эта тема Я тебе говорю Курва Это Очень круто В общем Дабл Топ Соло Мид Соло Изи Лес Один Я думаю Так Я бы так Отправил Этих ребят Пусть Туда 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 И Дорога Постоянно топовое шматьё. Всё время элитный. Задрот, юникорн. Элитный Владислав. Ребята идут на нижнюю линию. Команда Poison T идет на нижнюю лину всей толпой. Они сейчас, если с думом встретятся, по-моему, просто изуродуют его. Ну, всякое может быть. Откусит ему лицо. Он для этого как раз в маске. Ну и глянь, на харду отправился кот на Бристалбеке. Соло или с личом? Наверное, с личом. Энигма всё-таки лесной будет. Энигма не сильный помощник на линии будет. Там, до поры до времени. Поэтому, наверное, лич останется внизу. Запулили в эрочку тангусиками. Непривычно, кстати, комментировать доту, смотреть лича и видеть лича без этих эмористов. Борталовских шмоток, без молнии в руках. Канат парень простой. Кстати, канат сразу в фастботл отправился. Правда, купил себе два кларити зачем-то. Вдруг, если не прокнет на руну. Ну, мало ли. Я думаю, Ваня ему расскажет. Не купи себе два кларити. Или в него вложили, думаешь? Так, 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 так. Меня подлагивает. Секунду. Да, да, да. Пропал. Угу, все, вернулся. Итак, Борс у нас сразу уничтожает неаккуратно поставленный вард. Может себе позволить. Зарабатывает солярный 50 голды. И все, и полетел курьер. Юникорн съедает первого крипа в лесу. Забрал он этого голема. Очень полезный голем теперь. Которого можно съедать. А что, кстати, за пассивка у него? А это распад на двух маленьких думят? Да, да. Когда он умрет, он развалится. Смотри, неплохо он харасит Лича. Но главное не перенаглить. Да, дум не самый жесткий парень. Как ни крутил. С этим дефом печально все у него абсолютно. И дум, кстати, без манго. Что очень удивительно. Для современной доты, когда человек без манго. Или там человек, не человек. И игрок без манго отправляется на линию. Думаешь, вообще не модный. Юникорн пошел бить Лича. Лич, кстати, сейчас заманит его под тавры. Там Фантом Ланцер просто расковыряет маску. Не пальцем деланный. Угу. Босс достаточно сильно просел по ХП. Но также и Джин отпевается уже в классочкой. Ну и у Джина, кстати, батла фуловая летит с Зевса. Зевс с дырявой батлой. Хотя забрать должен руну внизу. Ну и Юникорн отправился еще покушать в лесу. Кстати, заблочил спот один. Фирменный. Просто вроде керри-керри, да? Керри-герой. А как вардить, знает. Вард дали. Я простой человек. Есть вард. Ставлю вард. Не думаю, конечно, что он сам его покупал. Вряд ли. Просто он знает, как ему блочат спауны. Угу. Видел. Появилась возможность... Мстить. ...отыграться. Да. 10 на 0 на центральной линии у Зевса. У ВР-ки 13 на 2. Борзо немножко тут поднаказали. Ну, кстати, очень пассивно играет канат в этой истории. Зевс гораздо опаснее, на самом деле, чем канат это делает с Зевсом. Ну, и сейчас можно просто сливать через арт-лайднинг. Но Борзо в это время позаботился о себе. И ушел. ХП разменялись. Сняли больше половины. Ну, и у Джина в батле, кстати, еще 2... 2 глотка есть, поэтому приходится... Приходится не сладко канату. По-моему, это будет ФБ. Юникорн, кстати, лох-эпэшный. Юникорна в это время разваливают. ФБ забирают наши ребята. Рот из Интернешнл. Ancient Operations забрал Береста. В это время внизу Юникорн рассыпается. Разменялись оффлейнерами. И в плюсе, конечно же, осталась команда Poison. Здесь 2 маленьких парня отбрасываются кирпичами у нас по соплику. Ну, 2 маленьких дума. Это хуже, чем 1 большой. Короче говоря, размен 1 в 1. Все это в пользу команды Poison. Но наши пока лучше фармят на 300 голды и по XP на 400 проседают. Такие дела. Смотрю, у сопельки уже 1200 на руках. И вот, что мне интересно. Будет ли это сразу диффуза? Или как в одной из игре, которую мы с тобой комментировали, это будут бесполезные травела? И все в этом духе. Я какую-то одну игру комментировал, по-моему, финал Winnerov International. И там в руках агрессива за команду цедок не очень бесполезные травела были в руках Phantom Lancer. Ну, как бы не очень. Они там ЕГЭ, по-моему, за 15 или за 20 минут просто стерли с лица земли. Я перебью. Да, конечно. Видел, как Борс сделал фраг? Безусловно, безусловно. Видел и не просто видел, еще и показал всем. Великолепная игра от Lucy Godlike. Мне кажется, этот парень достойный саппорт. Нашел себя, пацан, наконец-то. Нашел себя, да. Раста достается от кота. Но Bristol Black 2-го левела. Это не может не радовать команды World of the International. У нас уже 5 минут и соло-герой 2-го левела. Третий не может взять себя до сих пор. Квиллспрей тут ни о чем. Дазл 3-го левела. Ancient Operation 4-го, а 2-й левел у Bristol Black. И смотрим на нашего оффлейнера. А наш оффлейнер 5-й с половиной, почти 6-й. Это те ребята, которым наши проигрывали. Не забываем, что у Дума есть Девала. Он получает немного больше опыта, скрипа, которого кушает. Ну не на 3-же левела. Нет, лучше стоит Unicorn, безусловно. Игра саппортов все-таки делает свои действия. И, кстати, тут, знаешь, такая веселая ситуация. Вот кто саппортит сейчас, вот кири-герои, которые стали саппортить, они, мне кажется, вот задницу рвут, говорят, вот как надо саппортить, вот что надо делать, вот как вы должны мне помогать. Сейчас вот там оффлейнер, там и мидлейнер. Говорит, я делаю для вас все. Где эти ганки на мидлейн? Я постоянно выхожу из леса. Кота ловят, кстати, все время харас идет от Дазла. Не качал до сих пор Shadow Wave и Poison Touch в 2. Просто, чтобы у Кидара была абсолютная халява по фарму. Внизу траблый у Unicorn. Уникорна получает он. Блэкхол есть. Ну и Курва юзает у нас Блэкхол. Уникорна развалили. Опять маленькие думята. Отличный Блэкхол от Курвы. Он не поскупился, но это и неудивительно. Глянь, сколько денег. 500 голды, 350 экспириенс. Вообще, нечего выдумывать даже. Шестая минута. Скоро будет даггер у Курвы. Если не позаботиться о нем. Кидара шестой левел берет. Третьего левела Бристлбэк. Надо просто разваливать его. Флеймгвард есть. Чайные вторые. Прыгает вперед кота. По спине жжет. По лицу жжет. И Кидара лоу хпшный. Выхиливает ВВР Раста. Первый фраг для мейн керри. Отличная игра. Заработал он 178 голды. Заработал он. Просто нереальное количество денег. Кстати, по крипстату. Кидара идет на первом месте. 46 крипов у него. 46 на 16. И достаточно серьезно он обгоняет своего оппонента. Да, АПЛ почти тысячи. Юникорн с Думом, кстати, выходит у нас на Вальтроса. Цепляет под ним, естественно, горящая земля. И еще и соплику тут надамажил немножко. Забирает первый фраг для себя Юникорн. Счет становится 1-2-0. Отомстил за все. Наши ребята 4-2 выигрывают. Молочаги же. Достойная игра. Как там канат поживает? 25 на 1 у него. У ВР-ки 34 на 2. ВР-ка пожестче здесь будет. Ну, еще не видел, кстати, ни одного ульта Адзевса. Мазерсов не было. Зачем-то идет на базу. Фазы забрать. Она, смотри, ТП-шку купила себе, будет летать. Курицы нету, поэтому надо... Нормально. Я где-то, я где-то пикчу видел. ЦМ-ка, где Варды? Ну, там какая-то пикча, комикс какой-то. И Джаггернаут спрашивает у ЦМ-ки, ЦМ-ка, где Варды? ЦМ-ка говорит, в Курьере с абсолютным покерфейсом. Он говорит, ЦМ-ка, а где Курьер? И следующая картинка ЦМ-ка. И это надпись, нет Курьера, знаешь? Где Варды? В Курьере. А где Курьер? Нет Курьера. Курьер приходит на топ. Хочет она помочь своему оффлейнеру. Тут врача звать надо оффлейнеру. Четвертый левел, бедный Брист. Снизу, кстати, Сопперке как-то не очень стоит там. В соло против Дума. В принципе, да. ТП-шку купил. ПТ-к, кстати, Фантом Лансер взял. И видим, что Энигма покупает себе даггер. Достаточно ранний. В это время Дазла на топ-лейне разваливают. Вот спреем навалил. И Кидара 400, как вилл спрея на нем. Кидара по-хорошему уйти бы отсюда. Джин верхняя. Зевс очень хорошо здесь ворвался. Ну и Раста лоу-хпшный. Ой, Кидара, точнее. Какой Раста? Кидара лоу-хпшный выживает. Нормальный размен. ВР-ка против Дазла. Очень даже в плюс RTTI. Тебрич? Да, да. Мит пришел на мит. Получил шестой левел. Теперь он тоже будет полезным. Ну и Даззл не отстает от него личными. И Даззл сразу же думать нефиг даже. Естественно, ребятам нужно получать опыт. Кстати, что там по графикам? Опыт в нуле. Деньги. 500 монет ведет команда RTTI. Ну, кстати, Юникорна поймали внизу. Соплик его гонит. Пошел ланс в спину. Привязка от Джина. И, по идее, Юникорна развалят. Тут будет два Юникорна. И, кстати, Соплика можно и убить. Да ладно. Ух, отпустили. Не может быть. Не стал ПЛ почему-то его добивать. Да и все, он никуда не уходит. Сейчас вернется и Фантом Лансер кирпичом башку разобьет. Зевс ульт. Все, что могу сказать по этому поводу. У Зевса есть ульт, но у Зевса нет маны на этот ульт. Ну, не стыдобище, а? Канат, канат. Варды пошли разбивать. Ну, и он убил бы Фантом Лансера, даже не улыбаясь. Там 100 хп всего лишь было у Зевса. По-моему, там по 275, если не ошибаюсь. По 225 на первом левеле. Убил бы. Ну, уже поздновато. Так, маленько непонятно мне передвижение команды. Зато на Люсю глянь. В медиа сейчас экшен. Поэтому посмотрим на Люсю. И Фантом Лансер внизу у нас от Юникорна в одно лицо отваливается. Дум через Дум, через, конечно же, Скорки Тесс разваливает мейнкерри. Ну и в плюсе РТТА остались. 424 заработали, 640 по экспириенсу. И Кота опять наказывают. Ульта от Лича пошла. Лоу хпшный даза у Кидара. Фистом тут немножечко заивейдил. Пока что минус 1 делает. Дальше не побежал. Размен 2 в 1. По разным лайнам. Ну, что хорошо, мейнкерри не умирает. Там, по-моему, уже где-то близко очень Баттлфьюри у Кидара. Клеймор уже имеется. И сейчас через 600 голды будет уже Баттлфьюри. Очень хороший Крипстат, по-моему. И вообще Нетворс. Блэк Хол. Ух! И все равно... И все равно уйдет? Уйдет? Нет, здесь... Или уйдет? Да ладно, да ну нафиг вообще. Уходят юникорны. Соплика вытягивает на себя. И тавер на него агрится. Соплик лоу хп. Люся, гадлайк. Есть ли ульта? Нет, ульта была проюзана. Выживает юникорт. Как он это делает? Не зря. Не зря парень покупал сет. Это просто жесть. Все проплачено. Так реально, он два раза умер. Вроде казалось неаккуратно играет. Он неаккуратно играет. Он сорвиголова вообще этой команды. Чувствует. Чувствует героя. Видит эту грань. Интуитивная дота. Сколько там пятеро на нем нападает? Через Блэк Холл? Фигня, уйду. Зовите шестого. Пятеро фут. Лахи. Зовите шестого. Пошел врыв на Джина. Кидара не смог чинами привязать. Все-таки привязка пошла. Дума в юникорна. Джина здесь развалит. Че, кирпичик в голову. Курва здесь. Но у него нет Блэк Холла. И еще один ТП. Отлича на этот раз. 24 секунды до чайника. Кидара выживает. Кидара через один крип. Ладно, через полтора крипа будет Баттл Хьюри. Надо мне музыку сделать потише. Итак, 9-5 счет. 12 минут сыграно. Давай посмотрим артефакты. Кидара покупает у нас Баттл Хьюри. Юникорн. Имеет Пейзи и Риньков Базилис. Кстати, Энигму добивает Зевс ультой. Энигма ЛОХПшный уходил. Еще и под ультой Люси Годлайка. Кот в это время Люсю гонит на центральной линии. Очень много филспреев. Кот в итоге Люсю Годлайк не убивает. Но Люся может рассыпаться. Потому что ВРК рядом. И Раста пытается подсопить через Пойзон Тач. Джин ЛОХПшный. И дальше Раста. Баковать, баковать, баковать. Оффлейнер вообще без печали. Саппорт он не саппорт. Ему плевать. Ты видел, как Лич отлетел просто от одного. Ну и вот он, Юникорн. Добрый вечер. И минус 3. Лич все-таки отваливается. Хэнд оф Мидас покупает себе Дум. Аппарат, кстати, имеет уже Мидас. Уже даже прогизанный. Да, да, да. Он минуты 3 уже с ним. Люся тут, мне кажется, второй сейчас купит. Орс имеет 2 100 на руках. Имеет Soul Ring. Как ты думаешь, будет ли это Blood Stone? Или что-то другое? Ну, наверное, Soul Ring куда-то надо пристроить. Думаю, что да. Что у нас имеют оппоненты? Значит, Фантом Лансер. Он же Сопелька. 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 Можно я так его буду... Да, да, конечно, конечно. Тебе все можно. Пожалуйста. Спасибо. Сопелька. 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 Не буду тратить. Нет смысла. Здесь есть Грейв. Грейв бросает на Юникорна. Развалили Фантом Лансера. Курва бежит дальше. Теперь маны нет на Блэк Холл. Правда, есть Soul Ring. И лоу-хпшный Курва скорее всего отъедет. Или нет, или да, или да, или нет. Не нашел его Раста. И Курва делает филипорт. Ну и в плюсе остались Позин. Кстати, с 1100 заработали они, 750 Ротуз Интернешнл, и по экспириенсу чуть больше 200 в пользу Позина. Раста рассыпается, Грейва у него нет, потому что Грейв первого левела мат-часть не учил. И маны именно на него не хватало. Это не... Будем откровенны и скилла. Кидара покупает Бродсворд, наверное, будет делать Кристаллис вторым артефактом. Как думаешь? Думаю, да. Ну, не Блэйд Мэйл же это. Или второй Батл Фьюри. Ну, не с этого артефакта БФ начинается. Да, наверное, Кристаллис. Хороший дэмэдж пошел сразу. Послушай, ну если у него к 25-й минуте будет Дейдалус, допустим, Батл Фьюри и нормальный тапок, он же просто уничтожит и Пээлла, и Бристалбэка, и всех-всех-всех. Тем более, Пээлл не особо спешит фармить, я смотрю здесь. Пээлл явно не дофармливает. 59 крипов всего забрал. Покупает Блэйд оф Алаквити. Все правильно делает, вроде как идет в диффуза, но с таймингами у него явные проблемы. Перетяжка на миг, Блэк Холл по-прежнему имеет свои энигмы. Думаю, до 11-го левла давать он его не будет. Чуть-чуть осталось. Посмотрим на замес. Просто вот Юникорн, сейчас Тур вообще может его не дать в ближайшие секунд 40, потому что в таверне будет. Юникорн уходит. Ульта пошла от Дзивса. Кот у нас рассыпается через левел дес, его развалили. И пока надамажили сильно, но не особо страшно. Курва прыгает, Блэк Холл в двоих. Борс подходит близко, но не попадает в зону действия Блэк Холла. Под ногами еще и Миднайт Пульс. Юникорн лоу-хпшный. Юникорн не умирает. Минус 5 от Ротуз Интернешнл. Посмотри, никого не потеряли. Какие молочаги. Боже мой, боже мой. Просто как упала эта ВР-ка. Два скилла и все. Да, рассыпались очень жестко. Ну и Юникорн все в себя впитал. Вообще я не думал, что думы такие жирные и с такими стальными. Как они эти штуки? Эти штуки два таких между ног. Юникорн просто вообще на покерфейсе здесь. Отработал ситуацию. Кидара будет отдавать тавер. Да, Эмберспирит забирает тавер. 2 600 у него на руках. И по-моему сейчас уже Дайдалус просто очень близко. Если он до 20-го... Нет, 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 нет. Обрати внимание, что покупали. Это второй БФ. Все-таки БФ. А я тут криком кричал. Не с того начинают БФ фармить. Не знаешь ничего туда. Ну типа второй БФ уже не с Регеном начинается. А с атаки. Ну там же Бродсворд. Все-таки по идее Клеймор покупается. Ну не знаю. Типа на что денег хватало, то и купили. Может быть, может быть. Ситуация у него не опасная была. Практически Аганим появляет уже у Дума. Осталось ему 500 голды до Аганима. Да, это халява для него. Пару минут. Криты себе, кстати, забрал. И раз-то... Ой, раз-то Кидара, точнее, будет и так теперь критовать. Как чокнутый. Плевать ему на... Под смоком гуляет у нас Team Poison, но никого они здесь не найдут. Ну и наши ребята фармят, а Team Poison гуляет. И Rotus International выигрывает 15 тысяч золота, даже 16. И по экспириенсу они выигрывают 13 или 14. Более чем дофига. Не зашла игра у команды Poison T. Или у наших зашли новые роли. Либо это наши очень четко понимают, что от них требуется. Как бы, да, саппорт и оффлейнер, я думаю, должны прекрасно понимать, что требуется от саппортов. И исполняют, кстати, на уровне. Можно так сказать, образцово-показательно играют. Разве что... Блин, даже здесь я раз-то не загулял. Вроде по чужим лесам, по чужим лесам и не попался. Да, должен же. Всё, Аганим ему летит уже. Это уже печаль просто для Phantom Lancer. Дикая причём. Я думаю, и по такой игре Refresh Rort. Если игра затянется, Refresh Rort самое оно будет. Так у него... Да, 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 конечно, слушаю. Phantom Lancer вообще какая-то печаль, беда. 20-я минута, у него нету ничего. Посмотри на Doom в принципе. По-моему, сейчас в роли оффлейнера нафармил Влад больше, чем он фармит в роли керри. Ну и даблкил, кстати, от Кидара. Всё это на топ-лейне. Кидара уже готов рываться в Курву. Курвалово хпшными. Midnight Pulse. Зевс в итоге забирает этот фраг. Ну и все с крутыми стриками. У кого он стапа был, у кого доминейтинг. И у Эмбер Спирита почти есть Кристалис после двух БФ. Думаю, тут 4 БФ самое оно. Кидара, кстати, играет у нас на 0. 7-0-3. Статистика. Выполняет квест. Угу. Сыграть без смертей. Канат, кстати, смотри, всего один раз умер в этой игре. Что-то не похоже на него. Ну ответственность, ты же центральная линия и убил 7 раз. Не просто умер один раз, еще и 7 раз развалил своих оппонентов. Это да. Самый фигер получает Юникорн и Раста. Ну да, выходит, что так. Оффлейнеры, да ладно, он думал, зафармил крипа. Ты это видел? Да, это очень... Нет, я не... Кстати, я не пропустил этот момент. Пропустил этот момент. А где зафармил, какого? А, Дум бросил на крипа. Все, да, 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 я вижу, я вижу, я вижу. Может, психанул. Вновь смоки поезон Ти. В смоках у нас заходит поезон Ти. Хотят зайти в спину. Ловят... Ну, вот это, конечно, образно. Беспорядочный просто файт на нижней линии. Юникорн опять выживает. Господи, как он делает? Побирают все по очереди. Энигма дала Блэдхолму, но его очень быстро сбили. Гадлайф у нас Кидара. Всех догнал. Всех наказал. И драка закончилась, ну, 3000 плюсом для команды RTTI. Отличная игра. Отличная коммуникация у ребят. И я думаю, пора. Пора заходить на хайграунд. Надо давить. Нельзя отпускать уже такую... 25 тысяч преимущества. Кидара не купил себе кристаллис. Предпочтел бутов трэвел. Дэмэдж же их отплотает. Опять сливает весь дэмэдж в юникорном. Как же они не понимают, что его не убить. Отличный шекл-шот от VR-очки. Но продолжений никакого не следует. Кидара подпушил тем временем уже топ-лейм. Поджал. Стрелокейт он вернулся на низ. Вот, что он делает. Что творит этот парень? Отжигает просто. Будет трапира, как думаешь? Ну, я точно не знаю. Не уверен, что будет трапира. А хотелось бы. Хотя, с другой стороны, критов нет. Конечно, его сложно поймать, но... Невозможно найти, легко потерять. Я трудно найти, легко потерять, невозможно забить. Мне вот непонятно, зачем ребята вливают все скиллы и весь дэмэдж пытаются влить в дума, которую им не убить. Да, горилла еще та. Сейчас Шива будет. Вообще. И будут бить же, все равно будут бить его. Забрали бы саппортов для того же Випса, который очень неприятен. Было бы им комфортней. Ну, смотри, вот она эта черта. 27 тысяч, там, или 26. Такое уже было. Тут, конечно, Эмбер Спирит есть, а здесь Фантом Лансера фактически нет. Но, 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 как думаешь, в чем вообще парадокс? Это игры, почему ребята так жестко наказывают своих оппонентов, которые неоднократно проигрывают? По-моему, мы просто хорошим, крутым чувакам дали хорошие линии. Ну, на мой взгляд, конечно, лейнинг был отыгран великолепно. На оффлейне у нас никто не умирал по фулдауну. И загнали, кстати, очень сильно Бристлбека. Саппорты тут вообще чудеса. Даззл, кто у нас на даззле? Раста, он вообще не слазил со своего. Раста отлично отыграл. Постоянно гонял Бристлбека. Не давал ему вообще подходить к крипам. Не давал спокойно дышать. Тем временем зажали ребята своих оппонентов на базе. Не заходят. Три 300 есть на руках у нашего Кири. Я жду рапиру. Вот хоть убей, жду рапиру. Потому что Дайдалус уже мог бы быть. Да, Дайдалус уже мог бы быть. Если только он не в курице летит. Нет, не летит. Я чекал. Ничего не летит. Навишная курица, кстати. Чья это? Раста, Раста. Ух, запакованная. Что, хана? Все, есть деньги на... Ну, ты понял, да? На Сакред Релик есть. Кидара побежал. Уже летит курица из Сакред Релик. Да ну нафиг. Рапира, да. Все-таки это рапира. Но... 20-30 тысяч перефарма. И... Можно, в принципе, отдать рапиру. Да, флот фантом лансеру. Фантом лансеру, да. Нет рапиры, держи фантом лансер рапиру. Чтоб было поинтереснее. Причем в идеале он даже, ну, по-хорошему, чтобы не портить себе... КДА должен прийти и выложить ее на базу. Просто выбросить. А так нельзя, по-моему, да? Да. Практически 500 хп сбрился, где с кистов. Ну, я жду криты от него. Дум ведь дает ауру, да, критовую? Так, у нас начинает разваливать в это время Кидара. Зевс делает дабл-кил после одного фиста у Тембер Спирита. Да, не ждам. Просто отзад куча. Повредил немножко как-то центральную нервную систему команде Пойзен. Ульту у нас сразу два героя ловят. И Дум в итоге забирает Курву. Ну, и Кидара уже будет на хай-граунде разваливать Вольтроса. Еще один удар через фисты. Вольтрос сейчас умрет. Еще один удар. Умирает, умирает, умирает у нас Вольтрос. Ну, это издевательство, на самом деле. Ну, с другой стороны, у нас фановая игра. Поперла хорошо наших ребят. Вот они и решают. Убежай из лавки. Так и есть. Сдоминировали по всем фронтам. По золоту 40 тысяч, по экспириенсу 30 тысяч. Ну, и посмотри вообще на показатели Нетворца. Они у меня открыты. Все пять первых мест там, не считая Джина. Но это до следующей смерти Джина. Джин в пятерку кое-как затесался. Обогнал на 100 голды у нас Дазна. Ну, и развал, конечно, дикий. Дикий, дикий, дикий. Гуд гейм. Отличная игра. Полностью поддерживаем. Чё, пойдём к ним в скайп, посмотрим, что говорят. Да, наверное, так и сделаем. Давай, сейчас всё узнаем. Что сказать, я даже не знаю. Ничего, всё хорошо. Всё у ребят хорошо. Давай, я к ним в скайп присоединяюсь, двигаясь оттуда. Мипаря не дали. Ребята, здравствуйте. Кто это? Это я. Меня зовут Дима. Здравствуйте. Вы верите? Ребят, что это было? Расскажите мне, как оно? В смысле? Как вам в новой хоролях? Вы хотели взять мипаря? Нам не дали, мы разослились. Мы решили, что у нас тогда Эмбер будет. Раз там не дали ни паря. Как на новых линиях кому? У Вани не спрашиваю, как там на Эмбер спирите. Линия вообще была лёгкая, даже и не буду спрашивать. Канат сложно. Саппорт отыграли. Канат, как тебе? Как сапог. Нормально, но у меня арканы заданяли. Арканы, то есть сапог? Сломали мои арканы. Ясно, ты их выкладывал, пополнял ману, как я понимаю, да? Да, 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 и мне их сломали. Он видел, как так другие мидеры делают. А я ещё обузил ботла вообще-то. Четыре раза. Ну нормально, курьер ни до кого не добирался. Кстати, 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 нереально круто отыграл Дазл. Кто у нас на Дазле был? О, не знаю, какой-то профессиональный парень, который, по-моему, с детства профессионально играл. Вот он этот парень. Дазл просто изничтожил Бристлбека. Брист в итоге такой упадочный оказался, к сожалению. Ну, без... По поводу рапиры. Вы, я так понимаю, даже не переживали, если вдруг каким-то образом рапиру вы потеряете. У меня пальцы дрожали, у меня руки дрожат, я, короче, думаю, аж в лесного грипа... Да-да-да, он побоялся, что сейчас... Я боюсь, там вообще переворот, думаю. Вы не видели, да? А у нас была рапира? Серьезно? Короче, у нас задумка была. Канад собрал, ребят. Канад с рапирой бегал. Канад, ты увидел нам на груз, что ли, волн? А, молнии плюс тресу помигают, очень-очень. Не, у меня просто этот... Я открыл этот очень сильный гайд на русском, очень сильный гайд на имперспирита, и там было. Сапог, батлфури, батлфури, рапира. Батлфури, сапог. Ясно, ясно, ясно. Что было бы следующим, если бы затянулась игра и после рапира? А еще одна рапира? Наверное, может быть, Дейдаллас. Криты по тысяче тоже прикольно. И может быть, Зерск купил бы пайп. Ребят, ну смотрите, с этой командой вы уже играли. Этой команде вы так неоднократно проигрывали. Они, кстати, РМК хотят. Конечно, конечно. Вы заходите прямо сейчас уже на РМК без проблем. Можете подсоединяться, пока со мной только в скайпе кто-нибудь останьтесь. Вы этой команде неоднократно проигрывали. Здесь развал вообще в одни ворота. В чем секрет? Что такое? Кто-то дорвался до своих топовых героев? Борус на мини. Борус на мини. Борус на мини. Это факт, это факт. Безусловно. Да не надо, я не смущу. Мои ульты? Хорошо. Как тебе, Ваня, не скучно, Вань, на Кире Героях? Да точно так же, на самом деле. Тебе вообще пофиг. Я смотрю, на ком играть. Даже хоть в какой-то... Ребята, и отдельное, конечно, Респектуля Владу отлетает. Влад просто чудеса сотворился. Ты сложной линией. Я не знаю, каким образом настолько не очень оказался Фантом Ланцер. По идее, там должны были с думом... Так я их видел, лоу, чтобы им, ну, типа, попроще было, а не все равно, ну, типа, пофигу. Может, тут не так легко, а не все равно. Ну, просто есть теория, что лучше всего тренироваться один на один против Кире, потому что они сверхагрессивные. И есть версия, что если Кире садится на хордлайн, то он тоже будет чувствовать сверхагрессивно, он будет пинать всех Кире, наказывать. Ах ты! И, кстати, Кире Герои, которые там и... Я смотрю просто саппорты, когда пошли, Никита там саппортит на Дазли. Постоянный харасс, и вот мы с Ваней шутили по тому поводу, что, ребята, просто смотрите, как надо играть на саппортах. Вот, что вы должны делать, мать вашу. То есть, их отдел так очень круто дефолт на саппортов отыграл. Ну что, вы будете сейчас играть в обычную доту для себя, как я понимаю, да? Все будут на своих местах. Да нет, я бы еще на мипа поиграл. Я на самом деле думаю, вы можете остаться этим стаком, если вам интересно. Как вам вообще? Может, дайте мне фарм? Я бы, конечно, сходил бы. Я бы еще глянул каната на мидлейне на самом деле. Я думаю, все бы глянули. И мипа тоже я бы посмотрел в вашем исполнении. Ну, думайте, в принципе, у вас свободная вторая игра, но... Дело как бы... Дело за вами, решайте. А мы же можем еще заченжить как-то роли? Я там саппорта сел. Секунду, секунду, секунду. Все, я придумал тогда, что-то... 2К трэш максимум, голый БФ, без связов и траволок. Это я читаю. Так, и чат, 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 чат там вас... Чат не врет. Это же чат свитча. И ванной аналитики, да? Авторитет в мини. Это же чат свитча. Ребят, создавайте тогда игру. В лобби нас приглашайте. А мы уже созданы уже, уже пригласили, да, всех. Секундочку, меня никто не приглашал. Я не друг вам, что ли? А, ну меня тоже, ребят, как так, тиммейта. Счеты были включены в прошлой игре? Ну да, кстати. Так, я жду приглашения. Меня пригласите, пожалуйста. Мы сейчас еще параллельно глянем, глянем, глянем ваши дневники и будем к игре подключаться. Ну, игру, в принципе, вы уже можете запускать. Все, ребят, я с вами тогда сейчас с Капи прощаюсь. После этой игры мы еще поговорим и перехожу на студию. Вам хорошей игры, до связи. Если будете экспериментировать, я буду только за. Потому что в следующий день, вот через один, я тоже вам дам очень непривычное для вас задание, немножко странноватое. Играйте еще одной рукой. Поехать в Турцию, заработать. Ребят, просто выслать паспорта, да, на абонентский ящик игрокам ТВ. Все, отлично вам игры, услышимся через сколько там минут вы будете играть. Довольны, говорят. Иван, Иван, Иван. Ивана мы пока включать не будем, друзья. Сейчас, пока там создается у нас... Пока создается лобби, пока лобби запускается. Давайте я запущу еще парочку видеодневников. И мы после этого переподключаемся на второй матч. Посмотрим, может, ребята будут на своих линиях. Может, ребята останутся, как и играли. В совершенно рандомной комбинации. Кто куда отправится, сейчас увидим. Ну и давайте посмотрим видеодневники. У нас сегодня Иван есть. У нас есть, конечно же, Никита Влад Костенко. Ну и сейчас я посмотрю, кого бы нам глянуть. Кого бы нам глянуть. Давайте Никиту посмотрим. Никита Кравченко. Номинальный оффлейнер. Сейчас он был саппортом. Играл на Дазли. И посмотрим, в следующей игре тоже на ком будет играть. Все, смотрим Никиту Кравченко и его видеодневник. Всем привет, это Никита. Это шестой видеодневник. Мне посоветовали... Одна очень красивая девушка посоветовала мне поставить цветок в видео. Сказала, что так будет лучше. Думаете, я каблук? Возможно. Но сейчас не об этом. Хардлайнером я стал, потому что я... Я не знаю, даже, наверное, потому что я очень крепкий. Я люблю стоять против троих людей. Мне кажется, что это наиболее полезная роль, которую я могу выполнять. Мне нравится... Нравится мешать вражеской трепле. Мне очень нравится стоять против троих персонажей. Потому что это нелегко. Любая роль в доте очень нелегкая. Но, на мой взгляд, это наиболее из самых сложных. Потому что тебя постоянно прессингуют. Тебя постоянно пытаются убивать. Ты не чувствуешь особой свободы. Но потом каким-то невообразимым образом ты выфармливаешь. Начинаешь говорить им, что, ребята, теперь я вырос. Теперь я могу с вами подраться. Наверное, это одна из причин. Я долгое время стоял на меду. Было дело. Очень-очень давно. Но так как Дэнди стоял на меду, был человеком не как мой кумир, но был человеком, на которого я хотел равняться. После чего я перешел на хардблайн. Перешел я туда, потому что меня взяли в одну из очень неплохих команд. Я боялся стоять мид, потому что мне казалось, что если мы попадемся против сильной команды, то я проиграю мид. И на топовых мидеров я не тянул. И на тот момент мне казалось, что стоя в харде, ты меньше всего ответственности несешь за поражение или победу в какой-либо игре. Но после чего я начал уже почаще смотреть стримы, почаще смотреть игры различные. Наверное, один из людей, которых повлиял как-то на мой выбор, на мое решение, это Хакон. Мне очень нравится, как он играет на хардлайнерах. Мне нравятся его стримы. Раньше я много их очень смотрел. Я много смотрел его различные какие-либо гайды о хардлайнерах. Мне нравятся его действия, решения, которые он принимает. Нравится, как он вообще себя ведет. И после этого, скорее всего, я начал ходить на харду. Начал проигрывать поначалу, конечно, не понимая, что происходит. После чего я начал уже смотреть за действиями профессиональных каких-то игроков, профессиональных команд, профессиональных хардлайнеров, которые как-либо действуют. И тогда я уже начал побеждать, начал действовать как они. Я понял, что действительно требуется от хардлайнера. Мне начал нравиться мой пул героев. Поначалу мне не нравились различные клокверки. Мне казались они какими-то бесполезными, которые вносят мало пользу в игру. Мне гораздо перспективнее нравился контисеф, который приходит, дает три кайла, там убивает двоих, троих. Но после чего мой пул героев изменился. Я полюбил клокверков, фурионов различных, шейкеров. Хотя тогда они были не в мете, еще их никто не брал на харду. И начал ходить в харду. Вот, наверное, это все. Всем удачи, всем счастливо, добра. Ребята, и сразу же переключаемся на нашего кепа, на Ивана. Смотрим, что он нам расскажет. И лобби уже создано, поэтому через две минуты, там, или через три, сколько Иван будет говорить, подключаемся на доту. Всем привет, с вами Кидара, и это уже очередное моё видео о нивниках. И сегодня мы поговорим, почему я выбрал такую роль, которую я выбрал. Ну, в общем, где-то недели три назад, когда я еще стоял в мид, или четыре даже. Я уже не помню, я сбился со счета, может, видео не помню. Ладно, я пришел к выводу, что даже если я буду играть очень много, продолжать, ну, все, как я и сейчас сделаю, на миде, то, в принципе, я добьюсь уровня, который мне нужен будет. Но для меня это будет недостаточно, чтобы стать лучшим на этой роли. И я решил, что лучше все-таки я буду заниматься тем, что мне ближе тогда было и сейчас является миде, три года назад. И вообще. Ну, то есть, я же на всех ролях пробовался, очень много времени провел, поэтому у меня, в принципе, без проблем. Это, наверное, другое, но тут такие, знаете, понятия из серии, кем я буду на Интернешнл. Вот. Я пришел к выводу, что саппортить то, что надо. С ярких моментов. Ну, вообще, почему мне нравится эта роль? Ну, очень много свободного времени. Очень приятно. То есть, можно как-то правильно распределять свое время в игре, укрепляя все механизмы команды. Яркие моменты, но у меня на СФ куча ярких моментов. Даю просто ульту из инвизов, у меня прыгает тайт, который пытается нажать рвэч, но он не успевает, он умирает. И там умник бежит. Просто умник бежит, бежит. Оп, СФ. Ой. Умирает тоже точно так же. Ну, ладно. У меня саппорта какие у меня яркие моменты есть. Ну, короче, поставил Центрик. Поломал ОПС. Поломал Центрик. Поломал еще один Центрик. Вот это яркий момент. Всем спасибо. Да это не яркий момент, это просто чума какая-то. Центрики все поломал. Блин, я же говорю, меня так сильно подкупает все время драматичность, которой Иван выкладывает все свои видеодневники. Как-то все так спокойно. У нас еще и наш монтажер добавил туда достаточно такую спокойную и атмосферную музыку. И ребята как-то так глобально начинают сразу выглядеть, мыслить, разговаривать. Смотрится все, прямо так скажем. Ну, вкусно. В телевизионных, телевизионных или любых терминах реально все сразу смотрится гораздо интереснее. Ну что, Poison T, коллектив, который только что получил люлей от наших ребят, затребовал РМК. Конечно же, РМК мы можем им предоставить, если хотите, без вопросов. Ну и команда уже в лобби, мы уже внутри. Я тогда вызываю на связь Ивана, и мы переключаемся на Доту. Дота. Ответный матч между командой Poison T. и коллективом Road to the International 22 знака вопроса. Поехали. Прием. Прием, прием. Отличный видео для них. Капитана команды. На то он и капитан. Самое главное, что его очень просто порадовать в жизни, дать ему сломать Ops, Centric и еще один Centric. Опс, Centric и команду Poison T. Опять звание от команды Poison T, Silencer и Bounty Hunter. Я очень не знаю, за что они... То есть, тембер спирит им как бы не мешает, я смотрю. Или Doom, например. Тут, типа, уже Darkseer, Doom им не мешает. Забирают Рубика. Рубик будет под Думом красть Doom. Это твои любимые проплаченные аккаунты. Да, да, да. Когда под Думом еще что-то можно и красть. Когда ты под Думом, у тебя только одно желание. Поскорее из-под него вылезти. Darkseer от Rats International. В принципе, так дефолтный герой. Я знаю, что Ваня часто его пикает. Как бы еще бы я не знал, что Ваня часто его пикает. И практикует тоже частенько этого героя. Darkseer. Ну, кто опять пойдет на сложную, непонятно. Возможно, это очередной раз Unicorn. А возможно, это все-таки будет Rasta, который номинальный уфлейнер данного коллектива. Глянем. Ты слышал желание Вани сыграть на Mipo? Да, слышал желание Ивана сыграть на Mipo. Наверное, поэтому забанен Виномансер. И мечта каната сбывается. Ты видишь то, что я вижу, да? Да. Рики. Осталось еще респа под него. И чтобы канат играл на двух героях сразу. Это точно. Darkseer плюс Рики. Можно даже как-то Рики... А кто мне? Это канат говорил, что Рики там герой, который не должен фармить. Рики ведет себя как саппорт. А вот и Висп, кстати. Ребята слушают, я смотрю. Ай, как не стыдно. Канат всегда меня поучал. Говорит, Рики не должен трогать героев. Рики должен просто... Не трогать крипов. Рики должен трогать героев. Крипы это не для него. Ну, посмотрим. Может, вообще Рики Саппорт здесь будет. Узнавал я нескольких Рики, которые действительно не трогали крипов, трогали героев. И где они теперь? Пряморутия. Ну, где-то в пабах. Во всех пабах страны. Встречайте. Да, да, встретишь ты Рики, который крипов не будет трогать в пабах. Это фантастика. Шейкера банят. Гирокоптер. Все-таки, наверное, не будет мипа. Или будет мипа. Я думаю, что надо еще парочку керри. Нужно больше керри. Да, и как-то кто-то с проплаченного аккаунта должен Дарксира репикнуть в CM-моде. Это да. Но я думаю, Винтер Виверн достаточно хорошо контролит мипа. Пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Не факт, что здесь будет еще один керри. Либо это гирокоптер саппорт. Сегодня все может быть. Качать. Максим ракетку. Максим стан. Максим ульп. И плюсики. Кстати, Undying. Что думаешь по поводу этого персонажа? Вообще, как персонаж или в данном пике? В данном пике. Я не знаю пиков, по которым Undying не заходил бы. Вот хоть убей. Не представляю. Мне вот, кстати, не шибко начинает нравится то, что очень быстро падает томба. Это да. По удару скинулись и как бы нет проблемы. Нет томбы, нет проблемы. Я все жду, когда профессиональные коллективы по типу тех же Нипов. Ты не наблюдал матч между Ниндзями в пижамах против то ли Ликвидов, то ли кого, где Эра играл на... Наверное, не наблюдал. Ты, скорее всего, в поездке тогда был. Там, Эра играл на Алхимике, пошел Алхимиком в легкую линию фармить. Фармил фактически соло. О, путш! От команды World's International. Классно. Так вот, Эра на Алхимике первым артефактом купил батлу. И не стал ее себе носить. Он просто подарил ее на Мидлейн. Подарил на Мидлейн СФу. В итоге СФ у команды не тратился. 700 копеек не тратил. Ходил с батлой Эра. Потом Эра купил еще одну батлу на Алхимике. После этого он собрал себе Радианс. И после этого занялся другими персонажами. Он купил Аганим, подарил его Клокверку, который там явно не дофармливал. Которого загнобили на линии. Потому что там против Триплы очень сложную сделали Триплу Клокверку. И он... Ну, сложную-сложную ему сделали. И он реально там не дофармливал. Ну, не дофармливает он, дофармливает Алхимик. Я все жду, когда вот Алхимик активно зайдет. То есть, понимаешь, здесь взять Алхимика, поставить его фармить. Андаингу пихнуть Аганим. Там еще кому-нибудь. Снайперу в конце концов. Вот. Что-то по поводу Алхимика я читал в Твиттере. Ну, по-моему, было адресовано Клименту Иванову. Что типа... Всем саппортом... Всем саппортом саппорт его. Всем может собрать Аганим и все такое. Ну, в роли саппорта не очень-то просто, конечно, Аганим собрать. Но, я же говорю, просто я удивился. Айра в роли Керри был. Он там себе слоты покупал и параллельно покупал слоты другим ребятам. И потом я посмотрел Нетворс, вот в процессе видел. Он проигрывал, обыгрывал точнее. То ли Гирокоптера, то ли Фантом Лансера. Обыгрывал всего на 4 тысячи. Но я посчитал, в общей сложности он не на себя выкинул тысяч 7, наверное, голды. То есть он Аганим собрал Клокверку, кому-то еще собрал Аганим, подарил. Даже не 7, даже больше. Два Аганима это уже десятка. И плюс Батла, ну то есть где-то тысяч 9-10 он так в никуда выбросил. И Перефарм там тысяч на 10-11 был ближайшего преследователя. Но они там, конечно, в Хламину разорвали. Я не помню кого. Кого-то серьезное. Ох ты, е-мое. Лайфстиллер. Что за ерунда с Лайфстиллером случилась? Что происходит с Лайфстиллером? Почему он, когда инфест юзает, там, выжигает всех? Борс играет на Гирокоптере. То есть это саппорт Гирокоптер? Нет, я думаю, это непонятно кто Гирокоптер. Юникорн забирает себе Лайфстиллер. Оформить Раст и Дарксир сложное. Да, наверное, это саппорт Гирокоптер. Или это еще один керри Гирокоптер. Ничего, ну так, ничего не привычно. Я просто три керри героя в составе. Reborn One Love. Курва. На рубике отключается от игры. Сопелька, играй. Сопелька. Не-не-не, нормально, нормально. Я просто буду сопрождать это обычно комментарием таким. Сопелька, Сопелька, короче. Сопелька играет. А, ты убиваешь меня сколько раз еще. Как ты говоришь? А, как еще раз? Как Нику, чувак? Да-да, говори. Кот. Играет на Андайенге. Джин играет на Паке. И Вальтерос играет на Винтеру и Верни. Андайенга в сложную отправят в соло, получается? Или не в соло? Ну, в сложную в любом случае Андайенга уходит у нас. Джин будет мид лейн. Снайпер легкую формит. Сторонненько. Хотя можно, кстати, Андайенга поставить в легкую линию. А вот Сопелька реально на снайпере в сложную можно отправлять. Все-таки рейнжа огромная. Ну и давайте по нашим ребятам пробежимся. Рики от капитана команды, от Кидара, Рики Мару. Прям удивительная рядом. В крутом шлеме. Круто одет. Весь крутой-крутой. Отверсутый все. Снаряжение у него. Отлично. Рики Мару весь отверсутый. На сложную линию отправляется Дарк Сиро Тараста. Люся Гадлайк на Пудже будет играть центральный лайн. Юникорн на лайфстилере. Это керри-герой команды. Руатсуз Интернешнл Борс на герокоптере. Ну, саппортит 100%. Посмотри, что у него в Витэмбилде. У него лежит непроюзанный анимал-курьер. Вот так вот. Новая мета заходит в доту. Так они растащат. Они с этой метой сейчас растащат оппонентов. И вообще, встречайте. Ну что? Стартуют, ребята. Отличные надписи. А, ты все видишь? Естественно. Я все вижу. Но ты не знаешь, куда смотреть? Или оно на мини-карте отображается тоже? На мини-карте тоже отображается, как ты можешь видеть. Жаль. Вот так вот можешь? Да-да, все сломал. Я замок строил в песочнице. Пришел, все поломал. Да, я так могу. Так. Ну что, по лайнам давайте разбираться. На легкую линию отправляется Соплик. Или как любят говорить Иван Сопелька. Курва на Рубике будет саппортить. И тут даже еще должен отправиться кто-то или не должен. Наверное, не должен. Винтерн Верн, скорее всего, вниз пойдет. Будет саппортить Андаинга. Ему не очень просто. На самом деле будет стоять Харду. Ну и Джин на паке будет центральную линию стоять. Что там по нашим? Акедара в инвизе. Смотри, что творит с Вольтросом. Акедара получил инвиз. У него 290 мукспит. Здесь 280. И гонятся за Вольтросом. Борс Рокет Баражем, но не достает. Ну и в итоге оставляют в покое Вольтроса. Кот забирает баунти руну внизу. Ну и вверху руну Люся Годлайк забирает. У Люси есть хук. На нем висит Айн Шелл. Ловит в итоге у нас Соплика хуком. Потрясающе крутой, кстати, хук. И раз-то на себя бы Эйн Шелл. И бежать, бежать, бежать за Сопликом. Ну, по-моему, в спиду вроде как догоняет. Два. Это поворот не туда. Да, это явно тупиковая ветвь развития. И, кстати, через секунду будет еще и хук. Люся Годлайк ждет. Где-то там курва. Курва далеко. Курва. 213 голды подняли. Забрали ФБ. Ну и Кидара уже получает под вардами. Невероятно больно ему ДиК через 5 секунд. Кидара может и огрести. Здесь Борс выходит саппортить своего. Керри Героя. Главное, чтобы ребята сейчас у нас не расслабились. Так нормально, Кота стопит. Через одну секунду Рокет Бараш. Еще один Рокет Бараш от Борза, но он здесь уже криплый. В итоге Канат не добивает своего. Визави. Номинального. Ну и смотри, как распорядились с Юникорном. Лайфстиллер уходит с первого же левела в лес. Ну все правильно. Нечего ему стоять на лайне, порвать топор. Особенно с Рикки и Геро Коптером. Да и правда. Три керри на лайне это слишком жестко. И как он это делает? Почему лайфстиллер не проседает по хп? Почему я проседаю по хп в лесу, а Юникорн не проседает? Ну потому что есть Сталл Шилл, появляется Танго. Ты не поверишь, у меня тоже он всегда с собой. Но я все время лоу хп с ранних левелов. Очень мне больно. Я думал это только там супер-пупер, ну крутые профессионалы. У них там естественно проплачены аккаунты, все дела, и они не проседают по хп. Почему у меня не получается, я не понимал. А здесь я смотрю, ну не супер профессионал. Юникорн. Но сейчас я вижу уровень. Становится понятно, что видать просто супер про. Естественно, других в нашей команде нет. И не будет, что самое главное. Только про. Андуинг заходит в лес. Есть у него тамба. А лайфстиллеру плевать, кстати, на тамбу. Здесь еще и борц на хосте бежит дальше за котом. А может через рокет-бараш настрелять котлоу половину хп уже теряет. Ну и борц отсюда уходит. Пиверна спасает своего тиммейта. И ТП сюда был от Курвы. Курва его отменяет. Не убили. Противостояние в миде. Люся Гадлайк имеет всего 6 крипов против 16 от Пака. То есть достаточно сильно проседает там на лайне. А Пака пикнули после Пуджа. Ты не обратил внимания? Да, Пака пикнули после Пуджа. Сначала они взяли снайпа. На пик снайпа ответили Пуджом. И только потом заехал Пак. Странно, что Эмбер Спирит они не взяли. Против Пуджа заходит просто как влитой. Пудж превращается вообще в суицидальными наклонностями. Сразу становится герой. Ну, типа, ребята, видимо, играют на проверенных героев. Не рискуют. Эмбер у них за 30 минут не выфармливает. Эмбер у них за 30 уже. Парень не рисковый, парень размеренный. Пацану за 30. Раста. Смотрите, как не агрессивно стоит свою линию. Ну и чуть-чуть отстает по Крепстату от снайпера. И сейчас будет опережать еще по Крепстату снайпера. Ну, если добьет хоть одного Крепа, добьет. Нормально, 14 на 0. Еще как добьет. Ну и здесь 16 на 4. Не сильно проигрывает. По идее, у него должно быть все гораздо хуже. Здесь два рейнджевых героя, которые должны его напрягать нон-стоп. Раста как-то не напрягается. Его напрягают, он не напрягается. Ну, в свою очередь, Рикки Майро. У нас тоже не топовый, так сказать, убийца крипов в этой игре. Тяжело. По таврам, по таврам нелегко. Я смотрю, реально, он вроде как все правильно где-то старается подрезать. Но просто элементарно демеджа не хватает, в частности, на этих ребятах. Так, Пуджа в это время на центральной линии. Сильно Джин прохарасил. Люсяк Гадлайк. Отпивается Батло. У него ДД еще есть. Пятый левел. С хуком все хорошо. Ну и хук по Джину. Джин уходит у нас в шифт. Люсям ни с чем. Тут надо не просто играть. Видно, что у Джина этот герой. Разбрали его, значит, рукастый. Джин, значит, знает, как на нем играть. Надо отменять эти хуки и как-то разводить, что ли, на шифт. Что думаешь? Я думаю, надо нажимать кнопочку S. Это да. Это конкретно ты к механике, не к идее. В целом, действенная штука. Если он такой деловой, а причем он еще до вылета хука умудрился нажать. Ну, там, в момент, точнее, вылета хука. Не вылета, а просто движений Пуджа. Нажимал шифт, значит, будет на опережение играть. Значит, можно подловить на этом. Ребята из команды Poison T обезопасились по полной. Видим, что есть Центрик в миге стоит, охраняет мигера. Ой, Люся Годлайк. Ну, ничего, так заденаялся Люся Годлайк. Джин прыгнул на него через Иллюзори Орб. Ну, и через Уолингрифт вообще там 12 хп ему оставил. Люся отправляется в таверну. Но это не ФБ, это так. Разминочка. Ну, типа, да, Вова показал, кто здесь босс. Ну, типа, он, конечно, босс Джин, но... Ну, все равно, знаешь, так, Вова с характером. Power Threads появляется у Рики Марвел. Также Power Threads имеется уже у Ластилера. И раз-то на сложной линии уже купил Арканы, купил Сау Ринг. И достаточно неплохо, кстати, он стоит. Да, топнету... Смотри, насколько на 5 отстает от мидлейнера. Он в топнетворс сейчас будет на карте. Делает отводы. Формит крипов. Очень деловой, очень. Пацан все правильно сделал. Ну, нет и нет, как бы, ладно. Хотя нет, глянь, пошло, пошло. Двух крипов отвел, этих сам через Айншелл должен выжечь. Вроде как все хорошо. Да, очень круто, повел себя. Ну и с этой пачкой у него топнетворс становится на карте. Все, он уже опережает всех абсолютно. Подняли его, Шапнель под ноги. Сёрж Раста отсюда убегает. Ну и в лесу встречается Винтерн Виверн вместе с Герокоптером. Виверна, какой бы ни была, сейвовой, но Герокоптер в Соло, конечно, ее разбирает. Как и почти любого другого. Будут... Думал, будут пытаться заходить за тавор, но... Очканули ребята. Кидара, подстрянет, он, глянь, по варду бегает, сейчас поймает его где-то в кустах. Два варда сразу. Кажется, нужно играть по агрессивней команде по изомки. Все, пошла тамба, пошел Смоук. Смоук после тамбы, поэтому неприятно. Кот разваливает в итоге Борза. И кто ушел у нас? Винтерн Виверн отпалилась. Посмотри на Кидара в этом замесе. Сразу понятно, кто в приоритете вообще. Кто саппорт, он объяснил Канату, кто здесь саппорт, кто здесь папка. Говорит, нет, я в этом говне не участвую. Извините. Кинул тучку и исчез. Да, да. Я помогал тебе, чем мог, извини. Каната, на этом все, мои полномочия закончены. Это точно. Переподключается у нас в интервьюерном. Кстати, интересно, что ребята, хоть и имеют ворды, интервьюерном, но не блочат лесные споты. То есть никак не мешают фарму лайстилера. Хотя могли бы вошнуть пару вордов и хотя бы заставить потратиться на Сент-Реке. Просто элитный Влад Костенко играет в команде Ротфиз Интернешнл. Это он отвечает за супер-блок спота. Кидара прыгает на виверну. Наваливает неплохо. Кстати, Кидара, посмотри, никаких урбов вином не покупает. Это вот дефолтная сборка Рики в пабах. Там урбов вином, чтобы от него не могли убежать. Нет ничего такого. Кстати, Блинк уже в один вкачен, в один Смок и Бэкстеп в приоритете у него. Итак, юзается Инфест. Залез в гирокоптер у меня шпайстилер. Не лучшая идея, на мой взгляд. Еще Ранелата. Ну и Блинк появляется у Рубика. Тоже, кстати, не лучшее. Что он мог украсть? Прыгнуть. Прыгай на борзе. Прыгай. Это будет эпично. Типа прыгнул, зацепил. Да, прыгнул и умер. Вообще, Рубику как-то прыгать на врага. Да, я же говорю, что очень неудачное воровство. Блинк украл у Рики. Тучка хорошо поднять, опустить в тучку. Так, просветка пошла по Кидара. Близко здесь крипы. Может, еще и выживет. Кюзает стики. Здесь Андайн его просто избивает на самом деле. Блинк на Рубике-то все-таки затащил. Затащил все-таки. Ну и Винтерн Виверн вовремя подоспел. Это первый фраг. Нет, это второй фраг команды Позен. 480 голды, 648 по экспириенсу. Хук на Пака. Ну и Пака здесь просто сожрет. Сейчас Люся. Пак никуда не денется. Отлично играет Люся Гадлайк. Реабилитировался. Будем Даггер ждать от него или Форст Тафф? Ты не помнишь, как Люся играет на этом персонаже? По-моему, там будет Даггер. Ну, в этой игре может быть все, что угодно. Как протрет, пока он собрал хосту. У Кидара, глянь, как сильно наказывает здесь Андайинга. Дал смок. Ну и очень неудобно теперь Кидара бить. Правда, Кота. Кот с Дикеем уже. Тамба через одну секунду. Кот лоу-хпшный. Кидара его пилит. Отхиливаться так-то особенно и нечем. 7 зарядов в Маджик Ванде. Ну, этого недостаточно, чтобы под Тавр пойти быковать. И уходит отсюда Рики. Лучше провисел руну хосты. Ничего за него не сделал. Никого не убил. Никого не зацепил. Но Джин ушел просто вниз. Он не знал, с кем разговаривать. А Курва, кстати, огребает у нас от Кидара. Смок не туда. Но в любом случае с четвертым бэкстабом Рубика достаточно быстро разбирает. И что у нас? 11 минут сыграно. Давайте глянем по артефактам. Поизон собрали себе на Рубике. Током ничего. Dust of Appearance. Это все, что примечательно на Рубике. Снайпер Ринга Факвила уже есть. Пауэр Трэдс есть. И полторы тысячи у Соплика на руках. Возможно, здесь будет Инвиз. Есть в этом, я думаю, смысл. Может какой-то... Shadow Amulet как раз он себе приобретет. Вот, пожалуйста, Shadow Amulet сюда. Опять это супер чтение игры. Undyne собирает себе Vanguard. У него есть Ring of Hell, Stout Shield. Ждем Vanguard. Потом, может быть, будет и Guardian Grifts какой-то. Но это будет потом. Пак. Две. 200 у пака на руках. Вот эта пачка крипов. Если получится. Но пока не очень. И будет даггер готов у пака. Есть обычный тапок. Нул Талисман, Боттл. Да, пак выфармливает себе даггер и приобретает его. Ну и Винтерн Виверн. Тапок, Ворды, Танго. Ничего более. И что у нас там с Road to the International? Иван? Борс. Ну, он у нас типа саппорт. Имеет только... Наверное, посмотрим замес, да? Да, уже и нет никакого замеса. Развалили. Кидара, кстати, убивают в это время внизу. А на топ-лейне убивают снайпера. Рики умер, умер Гирокоптер внизу. Ты смотрел вниз или вверх? А там еще и Пудж отъехал. Я смотрел замес внизу. Отличный Dream Coil. Отличный Silence от пака. Ну и отличный ультимейт от Винтерн Виверн. А я там смотрел, как снайпера убивали изначально. До того, как этот замес случился. Ну и в итоге... И в итоге... И в итоге Курва еще на Рубике украл очень полезный спелл. Айншелл и выжиг всю жизнь Пуджу. Ну и смотрим, что наши ребята собрали. Итак, Гирокоптер собрал у нас Рейдбэн и Бутс оф Спид. Лайстиллер имеет у нас Блэйтов Лаквити Огар Клаб. Неужто он делает Аганим? Ага. Также имеет Пауэр Трэдс. Люся Гадлайк на Пудже имеет Транквилл Бутс, Урну и Боттл. Эраста на Дарксири собрал Мекку. Имеется Солу Ринг, Аркан Бутс, два телепорта, Скаус Шип. И Вики покупает себе Плэйтов Лаквити в Рейдбэн. И в это время Люся Гадлайк совершает убийство, серию убийств на Паке. Ну и Раста тут хорошенько так потрепали, Мекку провязал, Мекка по сути жизнь ему и спасла. Размен один в ноль, забрали Пака, 400 голды, все в плюс. Ну как-то пассивно, несмотря на то, что Пудж в пике, честно говоря, немного пассивная игра. Пудж ходит мало, хукает мало, больше на своей линии, ну и выходы Пуджа сопровождаются смертью Пуджа. Это как-то не очень. Пудж обычно веселее выглядит. По-моему, ребята на своих ролях как-то то ли очень хорошо хотят отыграть, то ли они очень нудные на своих ролях. В общем, надо их все-таки чаще тусовать, игры получаются веселее. Внизу опять замес интервьюера. Кот через Сол Ри подхиливается и кот в итоге умирает, ну один в один размен. А ябсерв подставил в Альтроз вместо Сентрика. Ой, такая печаль творится. Кидаро ЛОХПшный, просветка на нем его, конечно, убивает. Размен 2 в 1, плюс команды Пойзон. 6-6, черт, на таблом. Пудж быстренько разбирается с снайпером у нас на топ-лейне. Хаста у Пуджа, на этой хасте все было элементарно. И только потом уже хукшоты. Пуджу удобно. 1700 голды почти у Пуджа на руках. Еще пара киллов или минут 6 фарма. И думаю, что даггер до 20-й минуты как минимум должен появиться. Что по графикам? По графикам 4000 золота ведет команда RPTI. По опыту 5 с копеечкой тысяч выигрывает у своего оппонента. Несмотря на то, что игра кажется ровной, вымудряются... Нифига, да. Нифига. Дарксир, я думаю, много внес в этот график. Ждем хук от Люси внизу. Начинают напрягать, кстати, кота. Люся Гадлайк под Тамбу. Дизмемер у него есть. Начинает жрать кота. На коте висит еще и урну в Шадоуз. Ну и хуком Люся в колбе от Виверны разваливает. У нас в итоге кота и дынает Пуджа. Молочага отработал. Закончил свое дело. Кидара просветили. Нечем есть. Нечем. И Раста подбегает, чтобы Кидара просто блинганулся на него. Должен. Еще и офигительная мека. Дримкоил по 2 эмоджина. И Раста ловят. Ну и, по-моему, Раста приехал здесь. Стяжка, а стенки нет. Маны не хватает. Еще и облачко у нас воровал Рубик. Даже если бы прожал Солу Ринг, то поставить стенку бы не смог. И Раста. Ну и 1600 по голде зарабатывают игроки Пойзон. И 2700 по экспириенсу. Много. 2000 там, 2000 там. Выиграли. И графики должны поползти вниз. Еще и Тавер сейчас упадет на нижней линии. Ну и Кахканат просто на тупом вместе с Владом забирает центральную линию. Успеет, не успеет. Да успеет. Нет, не успевает. Андайн прилетает. И просто одним ударом с кулака своего корявого забирает Денайт Тавер. И Аганим прилетает Юникорну. Сейчас, говорит, посмотрим. Сейчас Юникорн кого-нибудь съест. И потом еще и сам в кого-нибудь залезет. Что он хочет, неинтересно. Вот какая комбинация у команды Ратус Интернешнл? В ком будет Лайфстилер? Кто в нем, будет понятно. Скорее всего там Герокоптер, я думаю. Или Дарксир. Все прыгают в Рикки? Типа все прыгают в Рикки. Рикки прыгает на всех. А Рикки сейчас вот просто у нас полетает и прыгает назад. Падает прямо в собственное облачко. Ну и Кидара приносит к себе Люся Годлай Кидара. Кидара был под ультом Виверной. Притащил, дал по голове. Немножко Кидара отвалил оттуда. Ну и Борс в соло пытается тамбу спилить. Не очень. Да, слишком медленно он атакует. Тем не менее, никого не потеряли. Забрали ульт Винтер Виверна. А, влетает у нас, вот он, Древний Дракон. Внутри с Лайфстилером. И смотри, как отжигают. А, Пуджа, Пуджа, Пуджа съела. Пудж с артом. И этот рот... Ой, вот она комбинация чокнутая. Древний Дракон, в нем сидит Лайфстилер. В Лайфстилере сидит Пудж, который проюзал рот. И вот оно мясо. Ты глянь на это. Еще под Эншелом, под Сержом. Господи, что это? Дракон, который смог. Это... Как это вообще называется? Да ему плевать, он дальше пойдет. Он просто дальше бежит за Винтер Виверн. Охренеть. Вот это комба. И пак здесь, и пак развалится сейчас. Еще и пака убили. Минус 4 по всей карте. Охренеть. Ты видел вообще такое когда-то? Вот так вот. Первый раз я это вижу, и это выглядело достаточно круто. Психоделика просто. Офигеть. Смотрелось просто чудесно. Ну и Люся Гадлайк вылазит, довольный. Причем ты заметил, на базе не вылазил. Типа, все, 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 говорит, чувак. Все, уноси меня отсюда, и я не выйду. Говорит, выходи, давай драться. Нет, я не выйду никуда, нет. Вывазил он на базе из него. Пуч-пуч. Залез было, по-моему, полторы тысячи, 1700 по голде. Вылез, стало 3200. Я думаю, это очень даже продуктивно посидеть в лайфстилере. В целом. Знаешь, залез на депозит. М-м-м, действительно. Под неплохой процент. 3100 у него на руках. Тараска, не Тараска. Да, я думаю, Даггер... Хотя, не знаю, если у них такая схема. Работает. То зачем Даггер? Винтер-Виверн не попадает по Винтер-Виверн. Пуч-хуком. Может быть, Аганим? Или сразу на Рапиру копит? Думаю, Рапира. Или Рефрешерор. Или Вэлл оф Дискорд. Лан-кликом. М-м-м. Итак, стычка у нас на верхней лайне. Акедара не может понять, почему он всегда видим, всегда, заметь. Еще я дал блин к Курве. Куда не пойду, везде ворды, ребята. Постоянно под просветкой. Постоянно. Ну и Кедара здесь должен умирать. А вот и нет. Не должен, говорит. Просветки нет. Не должен. Кедара сейчас нарезать, что будет. У него стики были. Стики, правда, прожатые. Файт. Он не лезет. Главное, под вордом не пробежать здесь. Кедара будет через Смоук сейчас, кстати, Курву разваливать. Дает Смоук. Курва видит Кедара. Кедара развалился. Здесь минус 3 делает команда Руатуз Интернешнл. Странно. Почему-то повел себя Иван. 1400 голды заработали Руатуз Интернешнл. 2800 экспирианса. Я подвис. Ну, нормально. Керри герой, который в спейс-команде. С другой стороны, все равно в плюсе. По голде 7500, по экспириансу 1000. По-моему, наши ребята очень хорошо прогрессируют, на самом деле. По сравнению с тремя или двумя предыдущими выпусками. Фойзон это же уже такие, как это называется, традиционные соперники. Лакмусовая бумажка. Опять идет лайфстиллер и воняет. Коммуникация у ребят улучшилась. Улучшилось взаимопонимание. Что самое основное. И действия у них более слаженные. Пробивай теперь голема. 10 дефа. Аура плюс дополнительное здоровье. Реген тоже хороший. 2000... 2000 хп. Под Айншелом, под Сержом. Сейчас будет продолжение издевательства. С такой ерундой можно идти пушить. Хорошо. Это вышел. Люся вылез. Люся, Люся. Смотри, что Пудж тебе купил. Обрати внимание. Это все к этой же комбинации. Я думаю, что это Родианс, скорее всего. И работает это, по-моему, вообще будет чудовищно работать. Просто атомный реактор будет бегать. И уничтожили нашего Пуджа. Да, в мяско прям врезалось. Хук забрал Рубик. Так что Рубик опасен. Может притянуть к себе беду. Руна ускорения. Голем не может кто-то забрать? Ну, как я вижу, что, скорее всего, нет. Пытался. Голем, который не смог. Голем, который не смог. На центральную линию надо Голема запускать. Кидара уже под Сержом. Кидара с Хастойт. Под Айншелом. Ну и офигительная стяжка. Как долго Эраста, правда, стенку кастовал. Рубик успел в итоге его поднять. Стену пока не поставили. Кидара разваливает. Курва забирает у нас Рики Хуком. Ух. Все ультимейты на Эраста разваливают наших ребят. Минус Эраста. Минус 4. Юникорн старается пилить. Но сейчас Юникорн закончится. Еще и под Саламон. Здесь Люся Гадлайк будут пытаться сейвить. У нас просто Пуджворс началось. Сейчас бы Хукшот был. Хедшот, Хукшот. Офигеть. Минус 5. Заметьте. Заметил. Серьезный фит от ребят. Дают возможность вернуться в игру. 3 300 золота в 5 400 экспириенс. Ох уж эти хути. Ну и вот она сомнительная комбинация. Они понадеялись, вот так знаешь, по красоте сыграть на Пудже. Плюс Аганим на Лайфстиллере. Лайфстиллере все это понятно, хорошо, интересно. Пудж, юзни рот. Пудж, юзни рот. Не юзайд рот. Он еще раз подарит Хукшот. Вообще ничего не подарит. Рубик не стал забирать пуджи скилл. Скучно ему. Мне кажется, просто Эрасту не хватило реакции. Не хватило ему там скорости нажатия на кнопки. Не смог поставить стенку. Айрасты здесь в это время поднимают и разваливают. Все под Гримзон Гвард. В составе команды Пойзон. 2 15 на 17. По голоде все слили. Рот из Интернешнл. 8 выигрывали. Я думаю, после обновления графиков в 0 все уйдет. По экспириенсу десятку должны слить. Прямо обязаны. Не должны, обязаны. Ну и смотри по перефарму. Первое место у нас твой любимый никнейм. Общая ценность, да. Я думаю, ребятам нужно не отходить, а продолжать давить. Команде Пойзон Ти. Ты хотел сказать продолжать фидить? Продолжать давить. А, из команды Пойзон Ти ты имеешь в виду? Да, да, да. Да, да, я думал нашим ребятам. Извиняюсь. Я типа на них не ставил в АКГ. Нормально. Ну против, я надеюсь, поставил. Ну, конечно. Люся прыгает у нас в уникорна. Под ротом все. Лайфстиллер сам. Лайфстиллер не лезет в крипов. То есть здесь уже кто-то появился. Вот он, древний дракон. 2000 хп. Ну типа Лайфстиллеру осталось еще даггер прикупить. Ну он же все равно в крипе, поэтому... Или действует даггер с крипами. Да нет. Точно. Он же еще и в крипа прячется. Да, поэтому ему... Ему можно вообще ничего не покупать. Просто больше крипов с собой. Я уже просто плыву по-маленечку. Бывает. Опять у нас пауза. Никуда без паузы. Давай по шмоткам пробежимся. Рики от Кидара собрал себе Яшу. Покупает Огрклаб. Это будет Сэнджин Яша, Дарксир, Сквардиан Грифс. Вроде бы все хорошо. У Пуджа до сих пор Сакрид Релик остается более тысячи до покупки Радианса. С этого момента дамажить будут как чокнутый Лайфстиллер. Плюс Дракон, плюс Айншел, плюс Сэрш, плюс все-все-все. Лайфстиллер сам с Аганимом, с барабанами, больше без ничего. И Герокоптер покупает себе Пойнт Бустер и Огрклаб. Канат у нас будет Аганим собирать. Такие дела. Винтер Виверн имеет у нас Аркан Бутс и Урн оф Шадоу. В принципе, ничего не имеет у нас Винтер Виверн на 25-й минуте. Блинк Даггер и Аганим у нас имеются у Пака. Кот на Андуинге имеет лишь Кримс и Гвард и купил себе Клоаку. Наверное, будет делать Пайп. Снайпер, мой любимый снайпер, купил Мэйл Шторм, имеет Шадоу Блейд и купил Мифрил Ганя. БКБ или Дезолятор, как ты думаешь? Думаю, как пойдет на самом деле. ХП ему, в принципе, не суть как важно, он в центре все равно в файта не участвует. Наверное, если будут дальше нести наших ребят, то я думаю, что Дезолятор. Здесь какой-то будет Дезолятор. Дожигает Андуинга. У Юникорна Инфиест крадет Рубик. Зачем он ему, правда, непонятно, но крадет. Соплик Лук ХПшный. Ну и Хуку от Люси Годлайк. Эпичный, достойный Короля, наконец-то. Ну и Борт под Сержем за Курвой. Курва Лук ХП, Инфиест в Крипа выпрыгивает. ХП не заработал. Минус 3 от команды Руатуза Интернешнл. Но они проигрывали уже по графикам. Теперь должны, я думаю, тысячи полторы забрать. Еще и Винтерн Виверна рассыпается. 19-17. Отыграли 4 фрага. И Джин просто побитый, оскорбленный, униженный Джин. Кедара мимо него пробежал в Инвизе. Он же видел его. Бежит, бежит. Но у него есть Яша. И никуда Джин здесь не денется. В итоге Джин пытается улететь. И Даггераут. Ух, мансы, мансы. Королевские. Проплатил аккаунт. Да, очень, кстати, хорошо сориентировался Пак. Но не вовремя сориентировался Кедара. Он отбежал вот сюда. Потом сюда. Путь ждет. Ух. Очень круто, очень круто. В Иллюзоре Орб давать хук, это было бы дерзко. Ну и Родианс. Родианс после этого замеса. И теперь ребята. Ребята еще опасней. Нужно, я думаю, начинать кушать товара. Будут Громозавра забирать. Должны же. Да, Юникорн съедает своего дружаню. Ну и побежал древний Громозавр. А что тут, кстати, за штукенцы? Громаящер приходит в ярость. Увеличение скорости атаки на 75 аура. Атака спит тоже. Увеличение урона в 15 процентов. Охренеть. И, и, и слэм. Это, это, это. Замедление атаки. Замедление передвижения. Нормальный бегающий, кстати, то, что надо. Хорошо бегает, быстро дамажит. И может замедлить своих оппонентов. Ну ему плевать. Плевать на магию, как обычно. Бежит в самый центр. Смотри, бежит выкастовывать. Там Кидара пока огребает. Бежит сжечь всех. Родианцам жжет. Рот жжет. Но сыпется, конечно, этот Громозавр невероятно. От снайпера. Рот жжет. Все, жжет. Рот, рот жжет. Я ваша рты жжу. От такого прокаста действительно. Ну пошли выжигать, как могли. Юникорн выпрыгивает вместе с Люси Годлайком. Все под дримкойлом. Очень больно Люси Годлайке. Юникорну больно. Борзу больно. Стенка крутая. Как там Кидара поживает? Где он вообще поживает? Прыгает на Джина. Смог. Джин разваливается. Ну и в инвизи снайпер. Здесь же Кот ищет своего невидимого врага. Геррокоптер покупает. Загоним тем временем. Но Кидара нет смысла на Рубика прыгать. Там Глиммер Кейп. Он еще и спалится. Его быстренько расковыряют, я думаю. Бежит за Виверной. Виверну могут убить. Да, тучка под ноги Виверни. Виверна ЛОХП бросает себя в Колден Брейс. Ну и выживает. Что здесь? Здесь все-таки Блэк Кинг Бар, да? А не Саша Яша у Рики. Да, БКБ хороший выбор, так как надоедливый, назойливый Рубик, который поднимает, который все портит. Да, жизни и правда Рики не дают. Ну и 2-7-6. По счету Рики, конечно, печально выглядит. По счету. Кстати, сейчас же сделали, что под БКБ ульки Виверна теперь не заставляет атаковать союзника. Ну отлично, отлично. Вот и Дезолятор у Снайпера появляется. Поверили в себя игроки команды Пойзон. А, кстати, поздновато немножко. Дезоль появляется. От этого легче Снайперу, если за него возьмутся, не станет. Но зато карасить он будет в разы эффективнее. Ну зато вот цель появилась у команды Роадс Интернашнл. Ну да, и этих древних крипов, в которых влезает у нас Путш, влезает Лайфстиллер. Будет быстренько сносить. И раз, перепаковал. Ох, соплику больно, конечно, от ульты Борза, от ульты Каната. Это же в любой части карты можно теперь. Он теперь такой вот аппарат. Типа Аллаху Акбар и... И пошло. Массированный ракетный удар. Вот он, древний гранитный голем. Стоит Рошана бесит. На. На в ответку. На. Что они делают? Я их не понимаю. Ребятам надо, по-моему, чтобы выиграть, надо пушить. Надо пушить ТВРа. Или что-то изменилось в доте за последние дни. Ребята поменялись. В доте нет. Ребята поменялись. Курьер несет кидара Блэкинг Бар. Курьера ускорили. Уходит отсюда древний гранитный голем. И, кстати, Познан прекрасно понимает, что голем, он как бы не сам по себе. Он киндер сюрприз. Просто сидение в этом големе на самом деле на творца не прибавляет. Это точно. Ну, зато смотри, сколько дэмэджа оппонентам прибавляет. Смотрим, что соплик делает с големом. Ник, кстати, не сильно пробивает. Или сильно, или просто не попадает, да? Разорвали Джина. Ну и пошла ульта... Ульта гирокоптера от Рубика. Много дамаги. Лоу-хпешная команда Пойзон. Прыгает кидара у нас за Винтерн Виверн. Включает Блэкинг Буар. Теперь можно и за котом, или еще за кем-нибудь. За сопликом. Ну и тучка... Ничего не делает хорошего для кидара. Кидара сейчас еще и огребет по голове. Под просветкой кидара поднимают его, и снайпер просто разваливает Рики. Два в два размен. Гирокоптера потеряли и Рики, игроки команды Ротуз Интернешнл. А здесь умер Пак. И Винтерн Виверн в плюсе Пойзон. Потому что они сильно проигрывали. Снова десант. В замесе не было ультимейта Эраста. Вообще не было Эраста в замесе. Думаю, это сыграло злую шутку. Это точно. Тебе не кажется, что гем пора приобретать командир Ротуз Интернешнл и какому-нибудь лайфстилю вручить его, чтобы этот голем все видел? Тут глимер кейпы, тут убегают через Шадоу Блейд. Глимер кейп один, второй, по-моему, или один только. Один. Ну, через инвиз все решается у команды Пойзон. Да, можно было бы купить гем, задеваргить карту и закрыть плотно соперника на базе, чтобы тот боялся куда-либо выходить. Отличный линтемейт от Каната. Да, я уже буду думать, врываться, дефать этот файт, не врываться. Эраста отдает Сёрдж. Не страшно на самом деле. Под Кримзон Гвардом вся команда Пойзон, ну и отходят. Тяжаться там, мы поставили, здесь было всего два. Были вдвоем. Эраста и Борс. Ну как вдвоем? Тут еще, заметь, кто у нас в големе валяется. Голем. Мне, кстати, очень не нравится, что они постоянно тюсят в этом големе, потому что не фармит совсем, не фармит Пуч. Не, Пуч, кстати, же выфармливает ротом. Посмотри, как оттикивает. Там Пуч, все, что рот, или все, что, как он, как он, как он, радианс, все достается Пуджу. Ну, ну, конечно, старается голем ничего не оставлять ему. Пообежал голем. Пора взрываться. Взрывается соплик, лоу хп, а нет вижена. Нет вижена в джин, в итоге у нас под смоком джин рассыпался. Пошел хук у нас от Люси Гадлайк, по Вольтросу, Вольтрос рассыпается. Стенка непонятно, каким образом стоит, но в целом очень даже таки удачная. Трипл килл уже у нас от Рикки Мару. Ох, и Блэк Кинг Бар провязал Рикки. Ну и дабл килл от Люси Гадлайк. Пять в ноль. Дождались. Звездного часа своего. Вышли, расковыряли. Погалде три стопа. Экспириенсу 7200. Байбэк от снайпера. Ну что, он один не сможет. Может маленечко пострелять издалека. Ну, в принципе, даггеров-то ни у кого нет. Так ворваться, чтобы в него сильно не ворвутся. Разве что Кидара, но тоже Кидара пешком. Я не думаю, что разваливает снайпера, если пойдет пешком со своим лоу-хп. Вроде как в безопасности. Ну, до поры до времени. Люся Гадлайк. Неточный хукшот. Ребята вспомнили, что для того, чтобы выиграть, надо ломать не только лица, но еще и КВРА. Это точно. А лица, они не сказать, что-то парадоксально хорошо ломали своим оппонентам. Соплик у нас попадает под Люсю Гадлайк. Люся не хватает маны до дискмембера. Выхиливает по техникум снайпера. Ну и здесь Канат просто разрывает снайпера на куски. Джин. Офигительный Дрим Койл. По троим Борс в таверну. Ну и побежали. Недалеко, правда. И Раста убежал, и Раста должны здесь забирать. Какой же это пуш без фида? Лайпстиллер съел пуджа и унес его с поля боя. Друг говорит, я тебя не брошу. 8 секунд. На самом деле не очень уже полезна эта штука с мне кажется с эншентами. Команда поезда, кто должен был выформить, выформил. Нет такого, чтобы бежал допустим какой-то эншент, в нем сидел пуший конечно же лайфстиллер и этот эншент брал и сжигал всех. То есть это не 10-ая минута, не 15-ая, 35-ая минута. Снайпер убивает за 4 удара эншентов. Я думаю, что... 4 удара по эншенту, а не... Ты видел, что он купил? Я ошибся, не ошибся. Да, смотри, что летит Люся Годлайк. Еще один радиан. Да, два радианца. Легкая наркомания просто. А где радианцы лайфстиллера? Что не так с лайфстиллером? Я... Я что-то пропустил. Не понимаю. Типа радианцы, они же не стакаются. Стакаются, по-моему. Может стакаются, а может нет. Кто знает. Может на разных людях не стакаются, на одном стакаются. Я не понимаю. Типа больше саквитов, больше больше асаквитов. Не знаю, при том, что он сидит в нем и не бьет вообще руками. Наверное, думает, что радиан стакается. Я не знаю. Что за кубер? Ну да, мне тоже кажется, что радианцы стакаются только у наших ребят на проплаченном аккаунте. Это точно. Мы же, да, мы опять же подводных камней не знаем. Сидим тут размусоливаем. Какая логика к черту? Так. Будет доигрывать этот матч сегодня или нет. Там с мышкой траблы, по-моему, у кого-то. Мне кажется, пора завалить какого-нибудь Рошана и зайти и закончить игру. Это если по классике. Посмотри, у нас тут похоже дота на классическую. Нет, у нас тут побегает Эншинд и фармит все. Вот-вот. Поэтому такая нага сайрон. Одна по цене трех. Это точно. Ну, готов Эншинд забегать просто как торпеда. Знаешь, ребята в покрышку от Белаза залезли вдвоем, разогнали эту покрышку с горы и влетели в самый центр, а там месиво начинается. Троянский конь такой своеобразный. Готовы по мидлейну заходить. Роадз за Интернешнл. Флаг Кенона от Рубика сейчас во все стороны начнется. Дэмэджа немного, правда, но 4 удара и Громозавру 200 хп остается. Громозавр типа не самый толстый Эншинд. Кидара у нас на Вальтроса кстати прыгает, Блэкингбар юзает, пошел колдаун от каната, Кот рассыпается, но Юникорд просто цепляет курву-куру, по идее будут убивать. Нет, не будут. В Кидара прыгает у нас Юникорн. Кидара лоу-хпшный Кидара рассыпался, курва тоже рассыпается, но Джин последний кто живой. У Джина есть здесь Иллюзори Орбс, есть фейсшифт, Джин уходит под собственный фонтан. Ну и одна из линий должна упасть. Битые все, но добивать их некому. Колл снэппу пока нет, но и курва байбэк. Дагон покупает себе борс. Пора уже. Пацану дали новых героев в руки, он просто раскрывается. Где-то я что-то слышал, что я должен иметь дэмэдж максимальный на гирокоптере, как любой гирокоптер. Артефактов мне не дают, куплю Дагон. Ну, трэшак, трэшак. Ребят, я должен настилить. Угу. 12 асистов, 6 киллов, ульта пошла от гирокоптера куда, кстати, не вижу, не вижу, не вижу. На центральную линию подпушить в это время центр. Борс дальше боковать. У него нет глимер кипа. Куда ты идешь, канат? Нет глимер кейп, ни канат. Ну, типа, выяснили, что канат не используется глимер кипом, поэтому зачем его собирать? Не знаю, традиции. Традиции? Канат у нас нарушитель традиций. Канат в деканат срочно. Разбираться, ну, затягивается. Игра 40 минут, 20 тысяч Шоцуз Интернешнл по галде и по экспириенсу 18. 18. Башар, Яша, диффуза, БКБ, Пауэр Трэдс имеет у нас Рикки Мэрроу. Канат. Ты здесь? Ай-яй. Кирасто на Дарксири. Лайстиллер покупает себе практически собрал Кирасу. и Гир... Так, меня немножко по этому... по... по интернету побросало. Ну что, ребята будут заходить, наверное, уже скоро на хай-граунд. Ты меня слышишь нормально, Иван? Вот сейчас я тебя нормально слышу. Возвращаюсь в игру, у меня траблы были какие-то с инетом опять, что-то дергало. Зашли на хай-граунд, отличная стенка, отличная стяжка просто по пятерым уничтожает. Вроде все умерли, но все выжили. Все-таки все умерли. Нафармил все необходимое здесь Кидара, видно, что уже трипл килл делает. На легкие абсолютно по хп потратился, но в целом для него не проблема. Ну и на кота будет прыгать сейчас. Один удар сзади, еще один удар сзади, еще один за удар сзади, ультра килл. Ну и что, ждем рэмпэдж? Ждем рэмпэдж, пора уже. Джин, да дай ты рэмпэдж чуваку сделать. Прыгает за ним, баш, проходит и это рэмпэдж от Кирики. И сразу ты видел в такси бежать. Пора выезжать отсюда. Ну это точно. Ну и рэмпэгу забрал. В принципе, что? Значит, все не зря. Сейчас прыгнет на снайпера, снайпер по идее просто разорвет на куски. Снайпер в инвиз уходит и не хватает. Гемос, то есть просветка. У Кидара сам себе саппорт. Ну и ГГ. Все. Курва сдался, значит все сдались. Отличная игра от команды Road to the International. Несмотря на то, что варили они какую-то гересь, они все равно выиграли. Думаю, на пятницу мы им подберем соперника посильнее, по скилловей, чтобы не было так легко. Что ты думаешь по этому поводу? Да я думаю, что надо их уже на старт серию заявлять. Пора уже. На старт серию? Окей. Сейчас позвоню Вилатов. Нет, не звони. Не звонить? Нет. Кому угодно. Кому угодно, только не Вилатов. Только не ему. Ну что, давай к ребятам подключимся, поговорим с ними. Мы там вроде онлайн с ними. Давай, заходи, только ты с ними говори, они все время робеют, когда я с ними разговариваю. Подключайся, а я к тебе переподключусь. Окей. А как же плейить в трех ночи? Ребята? Да-да-да. Кто здесь? Кто автор наркомании с Лайфстилером? Чья идея? Мы посмотрели, ну вообще я бы сказал, давайте вот это и занял, мы бы это подсмотрели видосики одном. Мне сегодня буквально, буквально сегодня вот он, коллега тут по работе говорит, а что случилось с Лайфстилером? Как его пробустили? Что происходит? Почему он залазит в крипа в Эншент, а Эншент идет всех выжигает? Почему? Я говорю, не знаю, я не в курсе. Может как-то ульт подняли, но вроде обнова не содержала. Теперь он умеет съедать. Съедать он умеет, он говорит, он просто всех выжигает. Думаю, ну вряд ли Родианс Лайфстилеру собирали. Нет, собирали толстячку Родианс. Да, это жестяко. Почему второй Родианс, Вова, расскажи мне? Так, чтобы был, просто, чтобы не скучно было одному Родиансу. Один Родианс урон отдаёт. 35 вроде. 65. 55. 50 периодически. 55 или 50? Нет, у нас руки в смысле. Сейчас началось. 65, с руки 65. Вот. А два Родианса дают 130. Вот. То есть, да, по-прежнему урон, которым ты не пользуешься, потому что не вылазишь, но в целом он есть. Если вдруг понадобится, есть. Просто если вдруг один Родианс кто-то разрушит, случайно, всегда есть. Или потеряет, как у Каната было. Взял, выложил один Родианс. Его разбили. Канат, как тебе играть на не саппортах? Мелочный. Как тебе играть на не саппортах, саппортах? А, геррокоптер. Геррокоптер отличный саппорт, у него есть станы, у него есть огромный магический урон. И у него все, он не бесполезен. Особенно с догоном. Ну, с догоном это такое, знаете, обывание. А вшиву надо было собирать, на самом деле. Ребят, что думаете, соперник, как уже по уровню, легко вам дается этот? Слишком. Да, ну а у вас были с ними, были с ними траблы. Сейчас я смотрю, как-то ровненько, все хорошо. Ну, надо искать тогда вам посерьезнее каких-нибудь. Ребятишек, найдем тогда, в пятницу найдем. Ну что, есть какие-то, есть какие-то мысли, пожелания, что думаете? Пан, все здорово, но когда мы встретим серьезнее соперника, нам надо будет быть к нему готовыми. Так что, наверное, все то, что мы делали раньше, надо продолжать делать. Можно будет... Ты имеешь в виду брать Рики? Нет, я имею в виду... Я имею в виду Мибо. Я имел в виду, что мы... У нас всех команды есть много играть соло-мачмейкинга, апать. И вот этим надо будет продолжать заниматься. Потому что личный скилл с первого дня по сегодняшней уже сильно возраст, я смотрю. Игроки уже понимают, зачем они в это играют. Да-да-да, спокойствие появилось. На самом деле, те, кто дергались, не дергаются, это заметно становится. Абсолютно увереннее стали вообще на всех лайнах смотреться абсолютно все. Мне еще понравился тот момент, когда меня арканы сломали, и Иван говорит, помолчим. Минута молчания с числом на харкан. Да, это точно. Поднимем бокал. Да, ребят, ну что, я тогда с вами прощаюсь. Вам огромное спасибо за эти матчи. Это было реально весело. У вас... Я думаю, что если на пятницу мы находим серьезного соперника, с которым вам реально придется сражаться, то это будет одна игра. Первая игра у вас будет разминочная, и она будет опять экспериментальная. Вы останетесь на своих линиях, но будет небольшой эксперимент. Я вам о нем напишу, расскажу. Ничего критичного, но должно быть весело. Поэтому, скорее всего, можете смело на ЦМ первый рассчитывать обычный подбором. Вот. И себя удивите, и тех, кто против вас будет. И ты. Все, всем огромное спасибо. До свидания. Хороших каток. Завтра, если что, я думаю, если вы будете свободны по дню, то тренировки подзывайте меня, зовите, будем совместно катать. Все. До связи. Пока. 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 Счастья. Счастливо. Ну что, такие ребята. Молодцы. По-прежнему молодцы, по-прежнему хорошо, интересно. Мы не посмотрели еще один видеодневник. Это видеодневник Пам-пам-пам-пам Влада Костенко. Давайте сейчас глянем, обсудим, я все расскажу и закончим. Сегодня, в принципе, уже две игры были. Обе были очень интересные, веселые, классные. Мне понравилось. Смотрим, что нам по этому поводу скажет Влад Костенко. Керри-герой, а в данном случае саппорт-герой команды World of the International. Всем привет, с вами Кидар. Всем привет, это снова мой видеодневник, в котором я хотел бы рассказать о том, почему именно Керри, почему я играю именно на Керри. Когда я начинал играть в эту игру, я начинал играть с друзьями, да, это было там довольно давно уже. И в те времена пикались герои, ну как, типа ты узнал кого-то героя, ты его пикал, посмотрел, что он может, он тебе нравился, не нравился, и ты им играл дальше, если хотел, не играл, если не хотел. Ну и для меня таким героем стал Урса. В общем, я еще на нем тогда очень много отыграл, но как мне казалось всегда, это очень много, это в районе 50 игр, да, ну, чуть больше. С каким-то колоссальным вендрином совершенно играл со своим другом. В то время он играл еще на тогдашнем Скелетон Кинге, на Вейс Кинге, нынешнем. Потом до меня первого как-то осмысленно добивать, тогда еще даже стопать атаку не понимали как, да, то есть просто нажимали на последнем издыхании на крипа, и он умирал там, да, это восхит читался, царский. Ну и вот это вот пришло понимание того, что нужно крипов добивать все-таки, да, они просто деньги, просто так их отлатащить, можешь еще их не добить. Ну и такие глупые вещи на самом деле сейчас это слышать, но тогда такое понимание пришло почти сразу, ну и решили, что я буду фармить, а он будет типа кидать станы, фанится. Сначала мы дрались за крипов, потом поняли одну простую вещь, что эти два героя входят в такую синергию, можно сказать, между собой. Типа они очень крутые, особенно если ты идешь Рошан на первом левеле убивать тогда еще никто не знал, типа воу, Рошан на первом левеле как так, типа ебануться, это как вы так это сделали, не контриться. В итоге там винрейт был что около 80% за эти 50 игр, типа просто нам казалось, что эта связка настолько имбовая, что не контриться, но я стал вот фармить с тех времен еще. Дальше пошло то, что я понимал, что мне нравятся герои именно те, которые фармят, то есть всякие там антимаги, фантомки, всякие различные, короче, вот эта вся гапша. Мне просто они нравятся как герои, да, и мне нравится в них играть. К тому же потом я начал понимать, что надо как-то усовершенствоваться в этом направлении, ну и дальше, дальше, дальше там начал видеть фарм на карте, грубо говоря, да, где его много, где мало, куда стоит, где куда не стоит, где можно пофармить, там максимально использовать карту как-то, ну и все такое. Со временем я играл также на миде потом, ну это такое уже давно было и неправда, можно сказать, но в основном, вот я керри, потому что начинал так играть, мне понравилось, нравились герои все дальнейшие, да, которые там новые выходили, они там, многие из них были керри, ну и вот так вот, поэтому я и стал керри, в общем-то, вот и все. Ну что, друзья, вам огромное спасибо, всем, кто был с нами, не забывайте, не забывайте, не забывайте, что у нас выпуски постоянные, поэтому зовите друзей, рассказывайте, приходите. Если у вас крутая тима и вы хотите сыграть, провериться, как вы будете смотреться против данного состава нашего, тоже смело обращайтесь либо в чате, либо в личные сообщения, Дмитрий Друг, ВКонтакте, наша группа, все это под окном трансляции, конечно же, и все это вот здесь вот находится на вашем экране. Поэтому заходите, пишите в ЛС, говорите, что у вас застак, называйте себя, там, в общем-то, обсудим, и смело можете попадать тоже к нам в эфир. Нашим ребятам нужны соперники, безусловно, поэтому если вы еще и сильны, это вообще потрясающе. Если вы не очень сильны, посмотрим, как вы смотритесь. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, конечно же, канал на Ютубе, Твич, все-все-все-все-все-все, и зовите друзей, рассказывайте. Вы сделаете огромную пользу мне, нам, нашим ребятам и нашему новому проекту. Ну что, подходит к концу вечернее шоу друг с другом. Спасибо большое, что вы были с нами. У нас сегодня много экшена было, дальше будет. Еще больше экшена. Следите за трансляциями, все в наших пабликах, в соцсетях. С вами был друг. Пока что меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok